Взмыленный Горюн сам сбавил ход, а вскоре и вовсе остановился перед пологим спуском к реке. Лишь подрагивающие бока напоминали о пережитом им страхе. Оперативники же еще долго не могли прийти в себя. — Никак ушли? — обернулся наконец Сенькин. — А, Никит? — ушли. — эхом отозвался Букин, все еще затравленно вглядываясь в просвет просеки. — Так бы и мы ушли, если бы я не завалил двух. — Завалил? — вскинулся Сенькин. — А что ж тогда не остановил? Там же Аня. Как же так? — А вот так. — пожал плечами Никита и забубнил невнятно. — Сам ничего не пойму. Может, и не завалил, может, показалось. — Слушай, я из пустого нагана волка убил. — Первого-то, может, и понятно, а второго... — Ничего не пойму. — Может, это я его еще раньше ранил, а потом уж он свалился. — Скорее назад! — недослушал его Кеша. Только теперь он со всей отчетливостью осознал всю подлость своего поведения, и его охватило чувство омерзения к самому себе. Он соскочил с Саней и схватил жеребца под усцы. — Давай, Горю, ну, развертайся! — Я тебе сейчас развернусь! — грозно зашипел Букин. — Я тебе развернусь! — Так, может, не тронули ее? Может, отпугнул ты их стрельбой? — Не тронули — хорошо, тронули — еще лучше. — Люди говорили, все равно не жилец она. — Так уж лучше не мучиться. Люди много чего говорят. А нам надо исправлять положение. Не надо было гнать ее с Саней. Не гадали бы сейчас, жилец она или не жилец. — Ты что хочешь сказать, я виноват в ее гибели? — гневно сузил глаза Никита. — Или скажешь, не слышал, как она меня оскорбляла? — Да если на то пошло, это ты во всем виноват. Кто чуть не сорвал предписание, как не ты? Да еще так, что мне самому пришлось местного милиционера привлекать к исполнению, а? Вот не строил бы из себя добренького дядю, не мямлил бы столько времени, давно бы уже дома были, без всяких волков, и перешел на крик. — А ну, отойди от коня, или я за себя не ручаюсь. Аньку угробил, еще и коня мне угробить хочешь? От нелепости обвинения все закипело внутри, свело судорогой скулы и потемнело в глазах. Сенькин отпустил уздечку и в ярости повернулся к напарнику. Но тот стоял в санях с вилами наперевес, бешено вращая глазами, и в его намерениях сомневаться не приходилось. — Ты чего это? — глухо произнес Кеша. — Ах ты, гнус! Не зря меня предупреждали, что ты сволочь. Коня, значит, тебе жалко. — Ну-ну, катись тогда один, обойдусь и без тебя, и без коня. Я разыщу Аню! Сенькин круто развернулся и боком зашагал к перелеску, укрываясь от резких порывов ветра. — Валяй! Только потом пеняй сам на себя! — выкрикнул вслед ему Букин и щелкнул поводьями. — Ну, Горюн, пшел! Давай, пошевеливайся! Но жеребец, сдерживая накатывающиеся сани, ступал осторожно. Пока он спускался по склону, Никита еще мирился с его тихим ходом. Но когда Горюн также размеренно пошел и по ровной поверхности замерзшей реки, раздражение возчика выплеснилось на него сполна. — Пшел, кому говорю! — рассверепил он, бросил вожжи и, схватив вилы, ткнул ими в круп коня. Тонко заржав от боли, тот рванул и понесся по твердому, очень скользкому насту, только-только еще припорушенному мелкой сыплющейся крупой. От резкого рывка Никита свалился в задок сани и теперь барахтался там, тщетно пытаясь подняться. Сани заносило то в одну, то в другую сторону, так как Горюн сбился с наезженной колеи, едва Никита, удержав, наконец равновесие встал на колени и потянулся к поводям, как при очередном развороте они с силой ударились о какой-то ледяной надол. Нелепо взмахнув руками, он полетел в снег, словно какой-то ловкий циркач, кувыркнулся несколько раз и с головой оказался в ледяной воде. Тут же вынырнул и, еще не успев ничего сообразить, истошно завопил, цепляясь за склизлый край льда. — На помощь! Кеша! На помощь! Через какую-то секунду руки соскользнули и ноги коснулись дна. Он тут же подпрыгнул, пытаясь хоть за что-то уцепиться и выбраться наверх, но моментально разбухшая одежда уже тянула вниз, а вполне ощутимое течение реки норовило утащить его вообще под лед. Полыня была не широкой, но с пологими обледенелыми краями, а глубина хоть и была ему по грудь, но не давала возможности сильно оттолкнуться. Как только он отталкивался от дна, чтобы выбраться наверх, его тащило именно туда, вниз, под лед. Пологость же краев полыньи оставляла мало шансов выкарабкаться без посторонней помощи. Тихо подвывая, он с трудом освободился от отяжелевшего полушубка и швырнул его наверх. Все тело его при этом еще больше ожгло студенной водой и почудилось, что кто-то неведомый потащил его за пимы ко дну. Пулей выпрыгнул он грудью на лед и каким-то неимоверным усилием даже закинул на него правую ногу. Загребая под себя рыхлый снег, тщетно пытался удержаться, но руки заскользили по обнаженному льду, и он медленно стал сползать назад по лынью. Дикий вопль отчаяния огласил все близлежащее белое безмолвие. Еще мгновение он уйдет под лед, и тут чьи-то руки схватили его за ворот рубахи и рывком выдернули на твердый наст. Через минуту-другую он уже лежал в санях, одетый в верхнюю одежду и полушубок Сенькина. Сам Сенькин завернулся в тулуп в одной нательной рубахе и кальсонах. Шапку он тоже пожертвовал напарнику. — Кеша! — выстукивал зубами сержант Букин. — Родной ты мой, век не забуду! Гони быстрее, пока я не окочурился. По этому берегу гони, тут до одной деревни всего с полкилометра. Сенькин не отвечал. Он даже не замечал, что холод пробирает его до костей. Перед глазами стоял образ Анны, упавшей на колени и настигавшей ее волки. Почему он спас не ее, а этого мерзавца? И зачем он его спас? Только для того, чтобы тот потом настрочил на него донос. А в этом, несмотря на сиюминутные клятвы Никиты, в верности Кеша почему-то не сомневался. Подтвердилось все, что он слышал о сержанте. Но страха за будущее уже не было. Отбоялся рядовой милиционер Сенькин. Если не окочурюсь по дороге от холода, завтра же уйду из органов. Какой из меня оперативник, да еще защитник людей. Грош мне цена, никчемный я человек. И, вздрогнув от прикосновения руки Никиты, непонимающе устаивался на протянутую ему бутылку. — Ты что, Геша? — А глух? — заискивающий улыбался тот. — Кричу, кричу, не слышишь. — Глотни, — говорю, согреешься. — Не хочешь? Весь его вид вызывал жалость. — Ну на! — Тогда оденься, я уже отошел маленько. Он явно старался загладить свою вину перед напарником. И Сенькину вдруг стало жаль его. Ведь видно же, что и его грызет совесть. Да и чем он сам лучше Никиты? Струсили-то вместе. Он взял и сделал пару крупных глотков. И сразу перехватило дыхание, а внутри обожгло, и по телу мгновенно распространилось тепло. Проглотив следом пригоршню снега, он кое-как отдышался. — Вот и ладно! Не снимал улыбки Никита. — Вот и ладно! Ты еще, еще глотни, оно получше будет. Да снегом, снегом заедай! Вот это, брат, по-нашему! Голос его постепенно приобретал уже другой, не заискивающий оттенок. — Вон, впереди уже деревня. Сейчас разживемся барахлишком. И, ай да, пошел дальше. Или того лучше, заночуем. А до темна-то уж не вернуться. А как думаешь? И едва сани поравнялись с первой избой, как он уже окрепшим, вернувшимся к нему командным тоном, бросил небрежно. — Про Аньку пока никому ни слова, понял? В полынью по недосмотру попали. В общем, больше молчи, а то люди подумают, что мы это с пьяно туда влетели. И, упреждая возмущение, Кеша пояснил. Да какая разница, кто из нас там оказался? Пили-то вместе, а обоим и отвечать. Ну, что, уставился? Непонятно? Сенькин медленно приподнимался, не сводя глаз с напарником. И подспудно шарил рукой в поисках вилл. Невозможно передать то негодование, которое охватило его после этих слов. Все же сдержался, чтобы не наброситься и не придушить его. — Ты чего? Ты чего? В испуге отшатнулся Никита. — Я ведь, дурак, подумал, что ты раскаялся. А ты... — Что я? — взвязнал Никита. — Что я? Не оправдал твоих надежд? Ты только для того и дал мне самогону, чтобы сказать, что пили вместе. Да ты пойми, дубина остееросовая, что только я могу оправдать нас обоих. С твоими куриными интеллигентными мозгами мы оба под трибунал пойдем. Поэтому слушай сюда и запоминай. А не запомнишь, пеняй на себя. Значит так. Анька незаметно сбежала по дороге. Понял? Кто ж знал. Мы заговорились, а она сбежала. Хватились, хотели догнать, а тут волки. Пока то да сё, буран повалил. Где она, не знаем. Начальству доложим, пусть и решает, что делать. Высылать или нет группу на место. Понял? Не наше это дело. А пока молчи, чтобы лишних вопросов не возникло. Он спрыгнул с саней и постучал в ворота. На крыльцо тут же вышла маленькая старушка на ходу, накидывая на голову полушалок. Угадав же в стучавшем милиционера, съежилась, торопливо затворила за собой дверь и выжидающе уставилась на него. В глазах затаившийся страх. С добрыми вестями эти посланцы не объявляются. Бабуля! Показал Никита на полураздетого Сенькина. Нам бы вот обсушиться да обогреться с товарищем. Полынью мы тут недалеко от вас попали. А потом уж и все совет доехать. Есть он тут у вас? Есть, есть, милок. Я вам и провожатого дам, внучку свою. Сразу преобразилась старушка, отлегло от сердца. Со своей бедой пришли, не чужой искать. Валь! Крикнула она, приоткрыв дверь, и тут же за ее спиной показалась белобрысая девчушка лет десяти. Гости у нас, Валюша. В полынью они попали. Ты подбрось-ка дровишек в печку, да потом проедешь с ними в сельсовет. А вы давайте побыстрее в горницу. А каллили ведь совсем. Господи! Как же это вас так угораздило? Не задача ли вы гостей? Два раза приглашать не пришлось. Оба тут же поспешили за ней в дом. Разувайтесь, раздевайтесь вскоре. Оно на печке все и подсохнет. Суетилась старушка, попросившая называть себя просто Ивановной. А сами вон один нал полоти, другой на койку, или как и шо. Некогда нам, Ивановна, на полотях разлеживаться, принял Букин важный вид. Мне бы амуницию подсушить, да другу бы обогреться и в дорогу. Да в какую дорогу, если ты наскройсь, мокрехонький? Всплеснула она руками. А друг-то твой хоть и сухой, да гляжу, вовсе не за немог. Он ведь полыхает весь. Давай-ка, мелок, присядь на кровать, да хоть одегялком пока укутайся. Она накинула на кишу теплое одеяло. Вот так, сейчас я тут чаю с клюквой да брусничкой сготовлю. Глядишь, хворь-то и упредим. Вот его и напоишь, он чай любит, хмыкнул Никита. А у меня от хвори свое лекарство есть, почище твоего будет. Это самогонка-то, что ли, почище будет? Насмешливо взглянула Ивановна на появившуюся у него в руках бутылку. Это отрава, сынок. Зелье, а не лекарство. Ну уж это кому как, а по мне так лекарство. А вот если нашлась бы у тебя, Ивановна, пара сухого белья, то это бы вообще дело было, а? Белья-то? А собочина переспросила старушка. Да посмотрю, посмотрю, однако. И тут же, порывшись при них, в большом кованом сундуке достала и подала ему аккуратно свернутую рубаху с кольцонами и вроде как извинилась. Уж не обессудьте, одна только пара есть. Да какое там не обессудьте, Ивановна? Просеял Букин и сунул руку за пазуху, будто ищет деньги. Ты не думай, я заплачу за все это. Вот, выручила так выручила. Не надо денег, носи на здоровье, грустно качнула она головой. Нам-то уже не сгодится. Нет у нас мужиков более. Всех война забрала. И заторопилась, пряча увлажнившиеся глаза. Пойду, однако, в кухню отвар готовить. Позовете, когда переоденетесь. Ну, тогда спасибо тебе огромное, бросил ей вслед Букин, и, быстро облачившись в сухое белье, повеселил еще больше. О, совсем другой калинкор, довольно крякнул и подмигнул Сенькину. Теперь и в сельсовет смотаться можно. И упредил. Ты пока побудь тут, я мигом вернусь. Может, чаю выпьем, да вместе поедем? Без особого энтузиазма предложил Кеша, плотнее укутывая себя одеялом. Его страшно знобило, да к тому же одолевало какое-то странное равнодушие. А то чего я тут один-то останусь. А что там двоим делать? Тем более, что у тебя он, колотун какой, строго сказал Букин, бабуля права, вид у тебя совсем никуда. Как бы и в правду не свалился. Нам это не надо. Да ты не тушуйся, я же только туда и обратно попробую связаться с отделом, и как сообщу о задержке, так сразу назад. И повторил уже помягче, чуть ли не по-отечески. Да не, не тушуйся, сказал же, все будет путем. Да я че? Все так же кутаясь в одеяло и пытаясь держать дрожь, откликнулся Сенькин. Я ничего. Поезжай. Только ты и правда постарайся побыстрее там. Может, успеем к вечеру вернуться? Так и я о том же говорю, — улыбнулся Букин и крикнул кухню. Ну, Ивановна, где там твоя внучка? И шутливо козырну появившейся тут же девчушки, так же шутливо пригласил к двери. Прошу вас, мадам. Сенькин проводил их долгим взглядом. И почему так везет этому прощелыге? С некоторой завистью подумал он. Ну, все в его руки катит. Вот ни с того ни с сего сухим бельем обзавелся. А не обзавелся бы, то и не смылся, пока не обогрелись. Ждали бы вместе. И едва закрылась дверь, как шевельнулась в душе нехорошее предчувствие. А ведь не зря он так торопится. Что-то задумал гад. Это уж наверняка. Придумал, как выслужится. Глаза-то вон как прячет. Подставит он меня. Как пить дать подставит. Сам останется в стороне, а я в бароне. И надо же было попасть напарнике как раз к нему в первую же свою поездку. Ну, что ж, сам я напрашивался самому и отвечать. Назвался Груздем, так полезай в кузов. Хотел ведь почет да уважение заслужить. Вот и заслужил. Ход мысли прервала Ивановна. Давай-ка, сынок, присаживайся к столу. Лечиться будем. Или нет, тут и сиди в одеялке. Она придвинула табуретку к кровати и поставила на нее самовар. Вот так-то лучше будет. Тут тебе и чашка с блюдцем. Прямо так. И припивай помаленечку. Глядишь, оно и полегчает. А я пойду еще картошки сводю, чтобы подышать тебе над паром. Вскоре Сенькин, разомлев от тепла и горячего чая с брусникой, незаметно для себя задремал, и в полудреме потекли уже не столь пессимистические мысли. А может, ничего и не задумал Букин? Может, это мне только кажется, и не надо ему перечить. Наоборот, предоставить ему выкручиваться, а уж когда все уляшется, подать рапорт на увольнение. Вообще из органов. А то если завтра же уйти, так это только Никите на руку. Весь воз на меня свалит. И впервые за этот день улыбнулся, что отыскал себе оправдание. Мне повременить надо. И весь обмяк от такого решения. И уже нисколько не противился Ивановне, заботливо укладывающей его на подушку. — Шибко ты настыл на морозе, — суетилась она около него. — Но ничего, ничего, брусничка, она с тебя сейчас всю хворь выгонит. Видишь, как запрел, будто искупался, — приговаривала она, утирая ему полотенцем лоб. А вот друг твой зря до председателя помчался. А ну, конечно, у них там лекарства. Да только лекарствами-то болезнь-то не переборешь. А с ним, как его, Никитка, что ли, с ним похуже-то его будет. — Много похуже. Уж поверь мне, я-то вижу. И как только ты его из полыни-то смог вызволить... Совсем был отрешенный от мира, Сенькин даже вздрогнул от последних слов. — Как вы узнали, Ивановна, что это он? — В полыню попал? — закончила она вопросом. — Дак... А что ж тут мудреного? Ты ведь хотя околел, но белье-то на тебе сухое, а его на его он только-только на печи отходит. А то колом все стояло. И пимы мокрехонькие оставил, Да и полушубок не с его плеча твой, значит. Это хорошо, что ты пожертвовал свое, Чтобы ближнего обогреть. А вот отплатит ли он добром за добро, Еще вопрос для меня. И заторопилась, испугавшись, что сболтнула лишнее. — Не слушай, милок бабу старую, Постарайся уснуть, А то совсем от моей болтавни разглуздался. Она продолжала еще о чем-то рассказывать, И ее неторопливая речь доносилась до него откуда-то издалека, А он только благодарно кивал головой, Соглашаясь с тем, что мог и чего не мог разобрать. Чуть слышно потрескивали дрова в печке, За окном подвывал ветер, И на душе стало уютно и спокойно. Но вот уже и растревожился из-за поднявшегося бурана, Как не вглядывается в его несусветную карусель, А не может разобрать, что происходит вдали там. Почему? Напрягая зрение, Кеша весь обратился вслух, И когда до него донесся чей-то чуть слышный вскрик, К ней раздумывая спрыгнулся о ней и побежал на звук. Он еще не видел, но уже знал, Что там посреди дороги стоит беззащитная Аня, И тянет к нему руки, взывая помощи. Ноги вязли в рыхлом снегу, И когда уже с большим трудом добежал до нее, Она стала отдаляться от него На какой-то волокуша из срубленных веток. Эта картина повторяется раз за разом. Он просыпается в холодном поту, Видит перед собой старушку и снова бежит, Но никак не может догнать ту волокушу. Ее тянут за собой двое охотников, Лиц которых из-за сплошной пелены бурана Он различить не может. Вскоре они подкатили к скособоченному колодезному срубу, И сама Аня и охотники, прощально помахав ему, Растворились вместе с волокушей. Будто окунулись в этот колодец, А там, где только что они стояли, Все слилось в одно сплошное белое пятно. — Аня! — в отчаянии закричал Кеша. — Не уходи! И, подбежав к срубу, наклонился И заглянул в зияющую пустоту колодца. Там, далеко внизу, на самом дне, Кто-то барахтался. — Аня, поверь, я не хотел тебя оставлять. Я хотел вернуться, чтобы спасти тебя. Только я не успел. — Я знаю. По мертвелым шорохам прошуршало в ответ. — Ты не хотел. Ты не успел. Я знаю. Что же мне теперь с памятью-то делать? — Делать. Делать. Печально аукнулась в колодце И призывно поманила его. — Иди за мной. Спаси. Кеша сбросил с ворота ведро, Ухватился за веревку И заскользил по бревенчатым стенкам Внутри колодца. Веревка раскручивалась очень медленно, И он, ощупывая стенки, Все высматривал по сторонам Аню. — Аня, я иду. — Иду. — Ду. — Ду. — Отскакивая от стенок, Звук удалялся ко дну. Самого дна не было видно, Но уже отчетливо слышался плеск воды. И только тут он разглядел, Что никакой это не колодец Аполынья, И барахтается там не Аня, А Никита. Тот скривил ему рожицу, Пружиной выпрыгнул на лед, И скок прямо в сани. И, показывая рукой на полынью, Запричитал. — Пимы мои достань, Пимы и кожушок утонут, Как я без них? Кеша отмахнулся, Как от ненадоедливой мухи. Дескать, сам доставай. — Аня! Аня! В угасающей надежде звал он. — Не найду тебя. Что мне теперь делать? Отзовись! — Зовись! — Зовись! Покатилась вдаль По замерзшей реке, И вдруг вернулась, Взорвалась набатным эхом, Обозначив действие Совершенно четким приказом. — Молись! Звук заполонил все пространство, Взмыл ввысь, Закружил, завьюжил, Бросаясь в лицо Пригоршнями снега. — Молись! Я не могу! Я не умею молиться! Жалобно заскулил Кеша. — Или нет? Я буду молиться, Но только не здесь, А наверху! И, выцепившись за веревку, Крикнул кому-то. — Все! Тяните меня из этой пропасти! Тут же кто-то выдернул его, И он очутился на кровати. Все та же хозяйка Прикладывала ему на лоб Мокрое полотенце И что-то тихонько Напивала себе под нос. — Ах! Это... Кеша огляделся, Он был уверен, Что проспал не больше часа. — Ивановна, Никита не воротился? — Ну, вот и оклемался. Искренне обрадовалась она, Не обратив внимания на вопрос. — Теперь на поправку Пойдет дело. Теперь все позади. — Что позади? — не понял он И повторил. — Друг мой, говорю, Не приходил еще, а, Ивановна? — Никита-то? — Ну, как же, Приходил твой Никита. — Приходил, Но тут же и уехал. — Уж три дня как уехал. — Три? — округлил глаза, В испуге Сенькины Сел на койке. Сразу все вспомнилось, И сердце тревожно заныло. — Вы сказали, Три дня уехал? — Так я что, Столько? Столько, Милок, Столько. Шибко ты, видать, Перенервничал. На нервной почве Это у тебя Со значением Выговорила она. Видно было, Что ей нравится Это словосочетание И повторила. На нервной-то Почве у всех Так бывает. Да еще Застудился. Вот оно все К одной паре И вышло. Но, говорю же, Обошлось, А могло быть хуже. Вам еще повезло, Что перед бураном Потеплело, А то бы В ледышку Оба превратились И до меня Не доехали. Ты лежи, Лежи. Сейчас я тебе Его одежу подам, Потом оденешься. Она принесла Брюки Никиты С гимнастеркой И положила Поверх одеяло. Вот, все уже Просушила, А в твоей-то Одежке он уехал. Да. Как я не отговаривал, А он нет-нет, Известить, Мол, начальство надо, Иначе нам обоим Худо будет, Служба, Дескать, такая. Ну, похоже, Теперь худо будет Только мне, Пробормотал Сенькин, Надевая брюки. А что-нибудь Еще сказал? Ну, вернется Или пришлет кого? Сказал, Чтобы ты не волновался, Что все, мол, Будет фэнтом, Как его, Об ажуре. Да, так и сказал, Только не понравился Он мне. Показалось, Будто вместо расстройства Наоборот обрадовался, Что ты в беспамятство Впал. Тут Ивановна вздохнула И понизила голос До шепота. А потом, Когда ты забредил Да начал какую-то Аню звать, Ох и осерчал, То вроде бы не торопился, А тут сразу Шапку в охапку И ни слова, Ни полслову Со двора До в сани, Только и крикнул напоследок, Что вернется за тобой. Так ты, мол, Бабушка, Присмотри тут, Будто без него Не знаю, Что делать. Старушка покачала головой И добавила с сомнением. Только нет. Сам-то он Навряд ли уже приедет. Почему вы так думаете? Как такие слова Улыбнулся Кеша. Ивановна озвучила то, В чем он уже был Почти уверен. Но оказалось Не совсем то. Скрутит его Лихоманка. Я ему говорила, Да он только посмеялся. Его, дескать, Никакая хворь не берет, Потому что У него свое Лекарство от всех болезней. А всякие отвары ему, Мол, Как коммунисту нельзя, Так как это пережиток. Видишь, Как по-евоному-то выходит. Отвары, Значит, Пережиток, А самогон, Значит, Нет. Ивановна, Похоже, Обиделась за свои настои. Но я-то видела, Что шибко нездоров он, Хорохорится только. Оно как скрутит мужика, На кого тогда пенять? А еще, Не дай бог, Загинет. Не загинет. С непонятной Для нее горечью Обронил Сенькин. Таким, Как он, Ивановна, Ничего не делается, Живучи он. А ты, Я вижу, Тоже не очень-то его Празднуешь. В ее голосе Он расслышал Нотки сожаления. Как же вы ладили-то Друг с другом, А? Да некогда было еще ладить. Это первая наша Совместная поездка. Как бы оправдывался он И криво усмехнулся. И, наверное, Последняя. Трудно вам будет, Подытожила Ивановна. Больно уж, Разные вы. А я ведь так и не успела У него выспросить, Что у вас там произошло. Не решилось. Шибко он разозлился, Услыхав проан. Так злой и уехал. Старушка Немного помолчала, Потом тихо спросила. Так это не та ли самая девка арестованная, Что вроде от вас в тайге сбежала? Так ли это, нет ли? Никто толком не знает, Но слух по округе идет. Она участливо заглянула ему в глаза. Может быть, расскажешь? Ведь гнетет тебя что-то, Из-за чего так сильно турусил. Ну, бредил, то есть. А? Да что тут рассказывать, Ивановна? Как-то обреченно произнес Кеша. Лучше бы не вспоминать. Одно тебе скажу, Подлецом я оказался. Ну, раз сам признаешься в чем-то, Наоборот, Вспомнить-то как раз надо. Вспомнить и покаяться — Это чтобы Бог тебя, Твой грех, простил. Покаяться. Всем телом подался вперед Сенькин. А в ушах тотчас зазвучало Отголоском того набатного призыва. Молись. Ивановна, покаяться — Это значит молиться? Это самое и значит. В молитве каяться. Понял, но перед кем? Медленно обвел он взглядом гордницу И в недоумении развел руками. У тебя ни иконы Божьи, ни образа. Кто же меня услышит? И без всякой иронии. Только ты, Ивановна. Бог услышит, Иннокентий. Первый раз назвала она его по имени. Перед ним и покайся. Перед Богом, не передо мной. Он сейчас с нами и слышит нас, Потому что сам Христос сказал, Где двое или трое собраны во имя Мое, Там я посреди них. Это значит, он сейчас с нами, Как в Библии написано. Я хоть и неграмотная, Но, как эти слова от Божьего человека услышала, Наезжает он к нам иногда, То запомнила раз и навсегда. А еще запомнила, Как Христос своим ученикам сказал, Да любите друг друга, Как я возлюбил вас, Так и вы любите друг друга. Да, так и сказал. Ивановна наморщил лоб, Стараясь еще что-то припомнить. А как же дальше-то? Ага, вот когда, мол, будете иметь любовь между собой, То и другие люди узнают, Что вы мои ученики. Видишь, как выходит? Что с тобой, милок? Ты чего соскочил? Ивановна. Взволнованно взял он ее за руку. А от того человека, Ну, Божьего, не Игнатом звали? Игнатом. Его волнение передалось ей. Игнат, бедарь. А тебе откуда знать-то? Так мы же... Сенькин запнулся. Что? Что мы же? Договаривай. Заторопила она, но Кеша молчал. Взявшись за голову, Он стиснул виски И медленно осел на кровать. На лице его отразилась буря эмоций. Надо ли говорить доброй старушке, Что как раз, чтобы арестовать Столь обожаемого ею Божьего человека, Он с какой любовью упомянула его? И ехал ее нынешний хворый гость, Вот этот, которого она выходила от болезни. Ну, нет. Это значит отплатить великим злом за ее добро. Злом? Тут же обожглась мысль. Это сейчас злом, а потом? А если вдруг... Кто знает? Вдруг, да ему еще раз прикажут взять этого человека под стражу. Он что, пойдет выполнять приказ? И тогда это уже не будет злом? И следом мгновенно принятое решение. Ни за что не пойду. Кончился сегодня милиционер Сенькин. Завтра же подаю рапорт на увольнение и попрошусь на фронт. Взяли в оперативники, возьмут и воевать. Только волю надо проявить. Он так углубился в размышления, что забыл об Ивановне, и она с тревогой тихо окликнула, взяв его за руку. Что, Иннокентий, плохо тебе? Не-не, все ладом, — встряхнулся он. Ивановна, а когда Игнат последний раз был в вашей деревне? Да прошлой осенью, если я ничего не путаю. Нет, все верно. Аккурат, перед первым снегом дело было. Так ты знаешь его, что ли? Нет, но очень хотелось бы увидеть. Только не так, как могло быть сейчас. Даже не зная, как сказать, Кеша совсем смешался и вновь смолк. В виде его смятения старушка догадалась, что по какой-то причине ему трудно говорить об этом, и не стала допытываться, а тихо предложила. — Давай помолимся, милок. Сними камень с души, а? Давай. И так же, как в том забытие, он огорченно покачал головой. Не умею я, Ивановна, не обучен. Тогда, если хочешь, я за тебя помолюсь. Хочешь? Ответить он не успел. Дверь широко распахнулась, и в горницу вместе с облаком морозного пара ввалился огромного роста мужик, о каких говорят «косая сажень» плечах. — Фрося, вы тут оглохли все, что ли? Стучу, стучу, будто вымерли. Вместо приветствия пророкотал он густым басом и, отряхнув шапку, ею же стал деловито сбивать снег со своего долгополого тулупа. Лишь потом осмотрелся и, не дожидаясь приглашения, прошел к столу, сел вальяжно, сложив руки на груди и вытянув ноги. Затем достал пачку папирос «Беломорканал». У деревенских мужиков таких отродясь не бывало. Эффектным щелчком вышиб папиросу и, зажав ее зубами, бесцеремонно возрился на полуодетого парня. — Ты, что ли, тот самый хворый будешь? — спросил чуть насмешливо. Хозяйку он как бы совсем не замечал. — Кто тебе тут тот самый? — опережая Сенькина, сердито сверкнула глазами Ивановна. Она совсем не оробела, как того можно было ожидать, а наоборот грозно напустилась на нового незваного гостя. — Ты это с какого перепугу сюда залетел? Да еще без спросу, не поздоровавшись за стол. — Тебе кого тут надо, Григорий? Кого потерял? — Или думаешь, если в район взяли на службу какую-то, так тебе все можно? Может, я перед тобой теперь расшаркиваться должна? — Оглее, что наследил, варнак ты эдакий. Да еще и закурить хочешь? Кто будет убирать за тобой? Все это старушка выпалила разом и так воинственно двинулась к столу, что вся спесь вмиг слетела с незадачливого мужика. Он невольно вскочил с места и, часто-часто моргая длинными белесыми ресницами, стал суетливо совать папиросу обратно в пачку. При этом у него был вид провинившегося перед учительницей школьника. Обомлел от неожиданности и Сенькин. Столь решительный окород мужика, да еще таких внушительных размеров, совсем не вязался с кротким нравом Ивановны, с ее образом, который он уже привык видеть перед собой. Впрочем, секрет такого ее превращения и строгости к гостю открылись тут же. — Ты чего, Фрося? Ты чего разошлась-то? — отступил он наша. — Да стучался я, стучался. Хотя мог бы и без стука. К своей сестре поди пришел, не к злой мачехе. — Сама не дослышишь, а меня виноватишь. Иди вон у Вальки спроси, если не веришь. Она тебе скажет. И, повернув голову, зычно крикнул. — Валя! — Да будет орать-то! — сердито прикрыла уши Ивановна и махнула рукой появившейся внучке. — Ничего, ничего, Валя, ступай пока. Потом тут уберешь за своим крестным. — Вон ведь чего нагорусил. — Ох уж и беду нашла! — с легкой укоризной приложил руки к груди крестной. — Пусть лучше крестница за буланным присмотрит. — Больно ходко мы шли, так сена бы задала да напоила. — А, Валюш, задашь? И, увидев расплывшееся от удовольствия лицо девчушки, улыбнулся. — Знаю, знаю, как любишь его холить. — Ну, иди, иди, пока я передохну да обогреюсь. — Если бабка твоя не прогонит. — Ладно уж, обогревайся. — Все еще строго, но уже более миролюбиво разрешила Ивановна. — Но наперво говори, что тебе принесло ко мне. — С этого бы и начинало, — пробурчал Григорий. А то напустилось ни с того ни с сего, что даже неловко перед чужим человеком. — Ишь ты, теперь ему неловко. А ловко было из себя перед ним барина строить. — Ладно, рассказывай, зачем тебе мой гость понадобился. — А вот кто кому больше понадобился, это еще вопрос. — загадочно ухмыльнулся несостоявшийся барин и снова присел к столу. — Может, это я ему больше надобен? Он хоть и глядел на Ивановну, но слова, конечно, были обращены к ее гостю, и Кеша, успевший за время их незлобной перепалки одеться, сразу это уловил. — Что вы имеете в виду? — насторожился он. — И кто вы? — Кто я? — притворно удивился тот. — Да к попов я, Григорий, из... — Брат это мой сродный Гришка, — перебила Ивановна. — Раньше человек как человек был. А как при районном начальстве курьером взяли работать, так и заважничал. — Да перестань, Фрось, никого я не заважничал, — возразил курьер. — По делу я приехал, по-сурьезному. Вот как раз за ним. Ты ведь Сенькин. — Да, а что? — А то! — хмыкнул со значением Григорий. — Ты у Торопа, то есть у Ильи Семеновича, был на Медне? С Никитой Букиным, племянником Явонным? — Так точно был. Так вот, арестовали его. — Кого, Никиту? — Ага, Никиту арестуешь! — Презрительно, как показалось Кешке, усмехнулся Попов. — Торопова! Торопа вчера взяли под белые ручки. — А при чем здесь он? — вяло удивился Сенькин. Судьба Торопова его мало интересовала, потому что с нетерпением ждал известий о бане, а не о ком-то другом. Вдруг да объявилась она живехонькая. К этому вопросу и подвел Попова. — Мы проворонили Аню, с нас и спрос. Осторожно обронил и замер в ожидании. — Вот и я говорю, что надо кое-что прояснить насчет Букина. Оживился Григорий, проигнорировав упоминание о бане. — Это ведь как раз Илья попросил тебя найти. А твой Никита сам кого хош под монастырь подведет? — Он такой же мой, как и ваш. — мрачно огрызнулся Кеша. Стало ясно, что курьера больше заботит судьба Торопова. — Ну, напарник-то он твой, — не согласился Попов. — А что до меня, то я бы с таким... Тут он осекся и сделал вид, что закашлялся. — Дай водички, Фрося, а то что-то в горле запершило. Ивановна, внимательно следившая за разговором, быстро подала воды, подождала, пока он напьется, и, принимая пустую кружку, спросила. — Гриша, это какой Торопов, который в Брагина? — Он самый. — Батюшки. — А за что же арестовали? — Сколь раз слышала, что, как участковый, он уж больно хороший мужик, совестливый, каких поискать. — А у нас по большей части совестливых и арестовывают. С неоткуда взявшейся непонятной злостью процедил сквозь зубы Попов. — Только на этот раз опера совсем палку перегнули. — Это ж надо додуматься, чтобы Илью в таком обвинить. Он осуждающе покачал головой. — Ну и Никита. Я ведь знал, Илья, что он скользкий, как угорь, а поверил. — Да ты толком-то скажи, что там стряслось, — попросила Ивановна. — А то, вон, гляжу, гость мой уже в путь дорогу засобирался. — Ну, куда ты так заторопился, Иннокентий? — Надо, надо, Ивановна. А то залежался я тут у вас. Да и человек ждет. Подождет, ничего с ним не сделается. Тоном, не допускающим возражений, отрезала она, подошла и пощупала его лоб. — Жаль-то вроде бы прошел, но это не значит, что ты уже оклемался как следует. — Нет-нет, со мной все в порядке. Благодарно взял он ее руки в свои. Спасибо вам за заботу, но если сейчас не поторопиться, то боюсь, что дела мои будут намного хуже. И уже к Попову. — Скажите, а почему вы так о Никите? Что он сделал? — Я скажу, так как Григорий смолк и в упор посмотрел на него. — Только сперва скажи ты, паря, и скажи честно. Ты за кого из них больше переживаешь, за Илью или Никиту? Тогда и разговор будет. — Так за кого? — За напарника своего? Сенькин выдержал его взгляд. — Нет, Григорий, не за кого я. Илью я толком не знаю, а с Никитой мне не по пути. — И это честно. — А почему не по пути, не отвечу. Расскажу в другом месте. — Вот это годится, — расцвел тот. — Значит, правильно тебе тороп подумал. Тогда слушай, что вчера было, а там уже суди сам, чью сторону принять. В общем, Илье сообщили, что Букин на него телегу накатал, но он и примчался в районную управу, чтобы подать встречку о пьянстве своего племеша в ключах. Да поздновато оказалось. Пока с его кляузой на себя знакомился, пока собирался с мыслями, что писать. Писатель-то тоже нехти какой. Тут, как снег на голову, НКВДшники свалились с ордером на его арест. И все его объяснения ему же до лампочки. Хорошо, хоть нашим-то успел рассказать и об Анне, и о сыночке ее, и как племяш его вокруг пальца обвел. А вот теперь еще и пособником врагов народа выставил. Такое Никита и в своем отчете по прибытии в город написал. Правильнее-то было бы сказать, ну, это по моему разумению, конечно, не в отчете, а в доносе. Торопов, мол, прилюдно вступался за Анну, жену дезертира, которая помогает своему мужику скрываться от советских органов. Чушь какая-то, невольно вырвалась у Сенькина. В душе его уже зародилось тревожное чувство беды, но не в той мере, чтобы паниковать. Аня — больной человек, еле-еле душа в теле. Кто же тому поверит? У нас-то, понятно, никто. Но у Никиты есть свидетели, их стычки с Ильей. И они подтвердили, что да, мол, мало того, что он препятствовал аресту Анны, так еще и угрожал Букину расправой. А раз угрожал, стал быть, превышал свои полномочия. Это в тот самый день, когда сержант с теми свидетелями самогонку глушил, а Торопов их и застукал. Застукать-то застукал, а пожалел, не сдал парня. Только слово с него взял не трогать больную девку с сыном. А как Илья уехал, Букин тут же донос состряпал и передал с теми свидетелями в управу. Они-то под рукой. Ну, знам кто. Тужиков, да его прихлебатель и пад. Тот вообще в каждой бочке затычка. Да еще милиционера местного подговорили. Основательно подготовился гаденыш. Короче говоря, нашим ничего не оставалось, как только подчиниться, с операми из НКВД спорить себе дороже и сдать Торопова. Такие вот дела. Мрачно мотнул головой Григорий и шумно выдохнул. Пфу, давно уже столько-то за один присест не говаривал. Ну, а об Анне-то что-нибудь известно? Уже напрямую спросил Сенькин. И каким боком Никита сюда Илью приплел? О, тут он такого дыму напустил, не продохнешь. Главное, он утверждает, что она, мол, избежала-то от вас не без его участия. Ну, это еще один бред, — тихо прошептал Сенькин, чувствуя, как слабость растекается по всему телу. Погоди, еще не то услышишь, — пообещал Попов. Во всяком случае, у оперов пока нет оснований сомневаться в его показаниях. Аню ведь сколько ни искали, так и не нашли. Пойди теперь проверь. Все. Оприченно выдохнул Кеша и, закрыв лицо руками, вновь опустился на кровать. Рухнула отлевшая в душе слабая надежда на то, что она как-то избежала гибели. Чудо не произошло. — Что все? — изучающая взглянул на него Григорий. — Это еще не все, парень. Слушай дальше. Следствию осталось только услышать от тебя подтверждение его показаний, и Илью законопатят на всю катушку. А сомнений в том, что ты все подтвердишь, у них, как я уже сказал, нет. Особенно учитывая то, что Никита тебя из полыньи спас. — Спас меня? — так и подпрыгнул на месте Кеша, и с неожиданной злостью, ухватив Григория за рука в тулупа, прокрепел срывающимся от негодования голосом. — Он спас! — гляди, как повернул мужик! — удивилась Илья Ивановна. — Да это ж Иннокентий его из полыньи вытащил, а не наоборот. Прихвастнул, однако, Никитка. Оказал себя перед начальством. Похвалой, видать, захотелось. Оно еще что-то говорило Григорию, но Сенькин не слушал. Гнев, как мгновенно появился, ровно так же исчез, а вот грудь что-то сдавила, как клещами, и стеснило дыхание. Все же он, хватая воздух открытым ртом и кругами, как от ушиба растирал грудь, сподобился промычать. — Поехали, Григорий, быстрее. Он ведь еще там, в районе? — Не-а-а! — качнул головой Попов. — Он должен был быть там, но, как сказал один опер, аккурат перед отъездом. Тут он успел подхватить побледневшего Сенькина. — Прось, дай ему воды, пусть успокоится. — Вот так, сядь, паря, охолонись, да обдумай все ладом, пока мы здесь одни. А как полегчает, сразу и поедем. — О чем я говорил? — Ага. Так вот, в последний момент увезли его в больницу, вроде как тяжелое воспаление легких. После вашего купания у полыне, как я полагаю. — Дева! — невольно сплеснула руками Ивановна, и завздыхала, и чуть ли не започитала. — Ведь говорила же, предупреждала, не послушал. — Ой, беда с этими молодыми, ой, беда! — Вот сестра у меня так сестра! — неодобрительно хмыкнул Попов кивая на нее Сенькину. — Всем сестрам сестра! Всех ей жалко! И Тора Попова, что арестовали! И этого урода, из-за которого Илью сцапали! Но его-то его за что жалко! Ведь только что сама удивлялась, как он друга подставил! — Но как же! — горестно вздохнула она. — Тоже ведь человек! Не лютен, а не человек! Иуда Галимый! На родного дядю наплел стрекороба. Но недаром, говорят, как аукнется, так и откликнется. Вот и откликнулось, что сам с катушек слетел. Говорят, его психотделение, ну, дурдом по-нашему, убрали от греха подальше. — Больно, мол, буйный! — И по делу! — Как было-то, не знаешь? — Да прям, дескать, в кабинете начальника грохнулся и потерял сознание. А потом, мол, и вовсе закуролесил. Мельт, что не попадя, да орет благим матом, все какие-то волки ему мерещатся. Умом, видать, мужик тронулся. — Так что, парень, много теперь будет от тебя зависеть, раз ты единственный свидетель остался. — А у Ильи только на тебя и надежа. А он, как из рапорта Никиты узнал, где тот оставил тебя, так сразу и догадался, что ты у сестры моей. Фамилии-то у нас одинаковые. Ну, и успел шепнуть, чтобы я опередил всех. Правда, пережать никого не пришлось, потому что и мой начальник, и опера попросили меня об этом же. Доставить, то есть, тебя в город. — Да-да, в город, не в район. К этому как его? Григорий запустил руку под тулуп, вытащил какой-то конверт и вслух прочел. — Капитан Назар Легайда. — Знаешь такого? — Конечно, кивнул Сенькин. — Ну, и как он толковый мужик? — Кому как, — буркнул Кеша. — Не мне судить. — Да это я так для приличия спросил. Начальник наш, Тарасов Петр Иванович, тоже капитан, шибко на него надеется. Дескать, работали одно время вместе и даже чуть ли не друзьями были. Так вот, должен, мол, Легайда разобраться в этом деле? — Все повторял, чтобы не забыл я передать ему привет и просьбу помочь Торопову. Илью-то уже туда доставили. — А я, как видишь, здесь, — обвел рукой горницу Григорий и улыбнулся, увидев вошедшую крестницу. — А, Валя, ну что, как там мой буланный? Готов к исполнению своих обязанностей? — Да, дядь Гриш, все сделала, как ты велел. И напоила, и сено задала, еще и гриву ему расчесала. — Отлично! За мной гостиниц! — Вот как раз из города на обратном пути и привезу. — Ну что ж, прощайся, служивый, с хозяйкой, и поехали. Путь далекий будет, а до вечера успеть бы надо. Транспорт готов. — Я готов. — Встал Сенькин. — Надо все подвести к одному концу. И чем быстрее, тем лучше. Спасибо вам за все, дорогая Ефросинья Ивановна. Век воспомнить буду. Доведется, когда в наших краях быть, не обойди стороной мой дом, не забывай меня. Проводив его до саней, напутствовала старушка. — Обязательно зайду. Растрогался Сенькин и крепко обнял старушку. Даже не сомневайтесь. И о чем не договорили, не забудь. Бог, он везде. Не забуду. Я это в первую очередь не забуду. — А ты, Гриш, присматривай, чтобы до конца-то не просквозила его. Если что, так останавливайся где-нибудь по дороге, чтобы обогреться. И это... Старушка запнулась на слове, смолкла и прикрыла ладошкой глаза, будто вспомнила, что сказать хотела. — Да ладно. Махнула другой рукой, будто что-то важное забыла сказать и помнить помнила, да вот забыла. — Ну, не переживай так, Фрося. Шутливо потормошил ее Попов. — Присмотрю я. Все сделаю, не беспокойся. Он нам с Ильей живой нужен. — Ну, храни вас Бог. Поклонилась она, укратко смахнула непрошенные слезы, чтобы братец их не увидел. Опять ведь не применет подсмеяться. И, не оглядываясь, побрела к дому. Но лишь переступила порог горницы, как тут же обнаружила оброненный Григорием конверт. Сунул, знать, мимо кармана и не заметил. В самом конверте была еще какая-то бумага. Вот же разява досадует Ивановна, и в то же время боязнь за своего брата заставляет ее быстро засеменить назад к воротам. А ну, как без этой бумаги и ехать-то нельзя. Да хоть бы не уехали еще. Но с они уже и след простыл. Совсем расстроилась старушка. То на бумагу взглянет, то в ту сторону, где они скрылись за околицей. Что вдруг, мол, да спохватится Гришка и вернется. Нет, сколько ни стояло, не вернулся. Тогда поспешила домой и сразу к внучке. Валя, ну-ка, прочитай, детка, что тут есть. Та развернула сложенный четверо лист и не удержалась от смеха. Да тут каракули, как у первоклашек, прыснула в кулачок. Даже наша училка и та не разберет. А ты постарайся, доченька, постарайся. Ну, хорошо, попробую. Важно, говорит Валя, строго хмурит лоб и с нарочито видимым усилием читает по слогам. Срочно доставить рядового Сенькина по поводу сбежавшей арестованной Анны Бедарь, капитан Легайда. Вот и все, бабуля. А чего ты так растревожилась? Бедарь, медленно повторила Ивановна и от внезапной догадки так и присела за стол. Анна, батюшки святая, а я-то бестолочь. Что, бабушка, что? Затеребила ее за рука внучка. Ничего, ничего, детка, это я так. Ты иди к себе. Наваландал, господи, с коняшкой-то. Так отдохни. Ага, иди, иди. Все хорошо, все ладом. Как же я сразу не догадалась, что это сноха Игната. Продолжала она размышлять, когда осталась одна и хмурилась все сильнее. Он ведь упоминал в последнем собрании, что невестка с внугом у него остались, когда сын на фронт ушел. Но тогда что же выходит? В затаенном страхе она зажала рот рукой и огляделась, как будто кто-то мог подслушать ее мысли. И уже совсем горестно. Выходит, что Иннокентий с тем Никиткой никого другого, кроме нее, и не арестовывали? Ну да, поэтому он так сильно и смешался, как услышал, что Игнат тот самый человек Божий, о котором я сказывала. Господи, да каята! Я-то, стало быть, спасла тех, кого как раз спасать-то и не надо было. Он ведь, этот Кеша, очень славный парень. От этой мысли немного отлегло от сердца. Она даже просветлела лицом. Да-да, злый день бы и не признал себя под лицом, а этот корит себя, покаяния ищет. Потому и сказал, что хотел бы с Игнатом встретиться, но не так, мол, как сейчас. Значит, вина точит его. Да и сама видела, как он Бога ищет. Жалко, не успели помолиться. А раз так, то все я правильно сделала. Или как? Ох-ох-ох, у Игната бы спросить, да где его теперь найти? И сама себе же возразила. Найти, может быть, и не найду. А вот весточку про Анну смогу передать. Кто-нибудь доесть из артели на заимке. Это уж обязательно. Повеселела Ивановна, даже какой-то мотив замурлыкала себе под нос. От такого своего решения и принялась одеваться. — Валя, собери скоренько узелок с харчами, пока я к конюху нашему схожу, к Пахомучу! — крикнула и пояснила тут же прибежавший на зов удивленной внучки. — Зачем? Зачем коня попрошу, чтобы на артельную заимку съездить? Вот зачем. Ну, ты знаешь, тут верст пять по речке. — Что? Тебя взять с собой? А и то правда. Вдвоем-то в два раза короче будет. Собирай пока тут хлебцы да картошки и жди меня. — Ну, спасибо Тарасову за услугу! — довольно разулбался ли Гайда, выслушав рапорт прибывшего в управление Попова. — А то мои ребята и так-то зашились, а тут больного еще транспортировать. — Где времени на все набраться? — Ну, спасибо, теперь я его должник. Так и передашь ему. А пока посиди тут немного. Указал он Григорию на стул у стены и повернулся, наконец, к нетерпеливо ожидавшему в своей очереди Сенькину. — Так, ну что у нас? — Рядовой Сенькин прибыл по вашему приказанию и готов дать отчет о случившемся на задании, прояснить все обстоятельства. Как можно бодрее попытался доложить Кеша, но сам вид его был настолько изможденный, — сказалась очередная нелегкая дорога, что капитан сразу же отказался от намерения допросить его. — Да не очень-то жизнерадостно, Кеша, — пробормотал озабоченно. — Ты вот что герой, или горе-водолаз, что вам обоим с Букиным больше подходит? — Что ты прибыл, это, конечно, хорошо, но давай-ка ступай домой да отлежись маленько. — Скажу навскидку, денька эдак два тебе не помешают, а там видно будет. — Но я хочу прямо сейчас дать показания насчет Торопова, товарищ капитан, — запротивился тот. — Мне необходимо ввести вас в курс дела. — Э-э-э, нет, дорогой, — поднял руки Назар. — Не выйдет. — Хватит с меня и одного жмуряка, что чуть не окачивался тут прямо в кабинете. — Я что, не вижу, что тебе сейчас больше скорая нужна, чем какие-то показания давать? — Только я не стану ее вызывать, а то еще подумает, что у нас здесь сплошь одни дистрофики. И быстро шагнув к Сенькину, легонько развернул его за плечи к двери. — Иди, иди, Кеша, утро, вечера мудренее. Будешь крепче стоять на ногах — будет разговор. — А сейчас ты на взводе и можешь нагородить мне тут сто верст до небес, о чем, возможно, потом будешь жалеть. В общем, сюда ни ногой, пока толком не придешь в себя. Все равно ни сегодня, ни завтра у меня не будет времени разбираться с твоим отчетом. А когда понадобишься, я пришлю за тобой. — Кстати, ты ведь теперь у нас в штате, поэтому считай это приказом. — Понял, да? — Ну, а товарища Назар выжидательно посмотрел на Григория. — Григорий Попов, — подсказал тот. — Григория, я попрошу остаться. — Надо бы кое-что обсудить, — продолжил капитан, и, видя, что Сенькин не собирается уходить, поторопил. — Давай, давай, не заставляй меня повторять одно и то же несколько раз. И также, легонько взяв за локоть, выпроводил оторопевшего Кешу из кабинета. Подобный поворот дела обескуражил новоиспеченного сотрудника, хотя особых иллюзий он на свой счет и не питал, но уж чего-чего, а такого скорого выдворения никак не ожидал. Нет, он был готов к тому, что после признания своей неблаговидной, если не сказать мерзкой, роли в гибели Анны с ним перестанут разговаривать, станут презирать за трусы, за то, что бросил человека ради спасения своей шкуры. Но это должно было произойти после обозначения его вины, после того, как он выскажется. А Назар пренебрег им, не дав даже заикнуться о деле. Теперь, оказавшись в коридоре, Сенькин в недоумении лишь пожимал плечами. Как же так? Послал человека со строгим наказом доставить меня и сам же отказывается выслушать? С Григорием есть время беседовать, а со мной нет? Ни сегодня, ни завтра. Что-то тут не так. В этом недоумении он даже не сразу сообразил, что зачислен в оперативный штат, поскольку смысл той фразы пропустил меж ушей. Теперь смысл дошел, но почему-то никакой радости от этого он не испытал. А ведь еще совсем недавно мечта эта оказалась такой желанной и несбыточной. Наверное, это со мной самим что-то не так, — грустно констатировал Иннокентий, наблюдая за идущим по коридору конвоем. Впереди двух конвоеров шел высокий мужчина с заложенными за спину руками. С каждым шагом он сильно припадал на правую ногу, а правый глаз его и щека оплыли огромным, изуродовавшим все лицо сизолиловым кровоподтеком. Тем не менее Кеша узнал его. Неужели? Он протер очки. Сомнений не было, это Илья Торопов. Он тоже узнал Кешу, и что-то, похожее на улыбку, скривило его губы, обнажив зияющую пустоту на месте верхних передних зубов. Обоих конвоиров Сенькин хорошо знал, поэтому не раздумывая окликнул ей. — Рожков, Демин, постойте! Тот, что справа в нерешительности приостановился, и то, наверное, только потому, что Кеша стоял у кабинета Легайды. Остановился и арестант. И Сенькин шагнул было к нему, но другой конвоир мгновенно среагировал и грубо оттеснил его. — Куда прешь, академик? Ты что, инструкции не знаешь? — Куда вы его, Леха? — На Кудыкину гору. — У своего теперешнего шефа, спрашивай. — А нам знать не положено. А ну, посторонись. — Или с ним заодно хоть штопать? Сенькин никогда не конвоировал людей, однако не раз сталкивался с этой процедурой и понимал, что иначе конвоир не может себя вести. Но если прежде это его не трогало, потому что не касалось лично, то сейчас он вдруг ощутил несвойственный ему прилив злости. Столь явный беспредел, творимый без всякого разбирательства, по сути, по подлогу против своего же коллеги-милиционера, не мог не вызвать в душе протест. И этот слабый протест, зародившийся во время болезни в доме Ивановны, а теперь еще и подогретый подлыми действиями Букина, уже набирал обороты и однажды должен был в той или иной форме выплеснуться наружу. Кеша едва сдержался, чтобы не обругать их, и это было разумно. Отыгрываться на этих двух мало толку. Они такие же пешки, как и он сам, да и выйдет только себе дороже. Между тем он увидел, как один из конвоиров грубо толкнул спину замешкавшегося в конце коридора Торопова, а другой буквально заволок его в угловой кабинет, снискавший дурную славу даже среди сотрудников НКВД. Не кабинет, конечно, а его хозяин, следователь Андриан Пихтин. Всем было хорошо известно, какими методами тот выбивает у подследственных нужные показания. Ну а в списке лиц, добровольно признавших свою вину, ему не было равных. Бывали, конечно, казусы, когда суд отметал дела, совсем ушитые белыми нитками, и оправдывал подсудимых, их, но случались они так редко, что и упоминать о том вряд ли стоит. И опять же, Кешу никогда не интересовало, кого там пытали, как и за какие грехи, раз, мол, попал человек туда, стало быть, и за что. Но ведь Торопов ни в чем не виновен, и он, Сенькин, это знал? Честного милиционера оговорил собственный племянник, Иуда, по выражению Попова, и почему-то ему верят. Еще не отдавая себе отчета о возможных последствиях, он бросился назад, откуда только силы взялись, и без стука ворвался к Назару. Тот внимательно слушал Григория и привстал в явном раздражении. Больше всего Сенькин сейчас боялся, что ему не дадут договорить, поэтому буквально на одном дыхании выпалил. Товарищ капитан, там Торопова к Пехтину повели. Сам видел, он ни в чем не виноват, а его уже и так забили до полусмерти. Букин вам все наплел. Он пропьянствовал в ключах, пока Торопов Аню с ребенком на осмотр к врачу возил. И если бы потом он ее не выгнал из саней, мы бы с ней ушли от волков. А так... Запал кончился, и Сенькин тяжело опустился на стул, вовремя подставленный Григорием. При этом Попов шепнул ему что-то ободряющее. — А так что? — подался Легайда вперед, услышав о волках. Поначалу явно рассерженный вторжением ослушника, теперь он был весь вниманием. Но-ноу, продолжая, раззаикнулся. Мы с ним струсили, оба струсили. Мы ее бросили, оставили на растерзание волкам. Уже как за упокой невнятно ронял слова Кеша. — Это нас надо судить, а не Торопова! Его передернуло так, будто судорога прошла по всему телу, и он скинулся в умоляющем шепоте. — Спасите Торопова, товарищ капитан! Вы же можете! Ни за что человек страдает! За нашу с Букиным вину страдает! Нельзя так! Назар облокотился на стол и, подперев ладонью щеку, долго и так внимательно разгадывал Кешу, будто видит его впервые. Похоже, к концу сумбурной исповеди Сенькина он сменил гнев на милость. Так, так, так. Стало быть, все же волки! Переспросил, постукивая пальцами по столу. И рассудил задумчиво, а теперь уже больше для себя. А выходит, не зря обредит имя Никита. Наверное, всюду мерещится, раз весь медперсонал уже на уши своим криком поставил. Он встал, размашисто прошелся по кабинету и остановился против Сенькина. — Ну что ж, и надо бы отстегать тебя за неповиновение моему приказу. Ну, так уж и быть, по временю. — За информацию благодарю, но, к сожалению, она уже ничем не поможет Торопову. — Товарищ капитан, хотя бы помешайте Пехтину сейчас! Забьет ведь! — Не переживай, бить Торопову больше не будут! Похлопал его по плечу Назар и пояснил. — Подписал я все, в чем его обвинили, все, понимаешь? — То есть как? — округлил глаза Сенькин. — Молча. Молча подписал, чтобы быть жив. Легайда вздохнул. — Ну, не до жиру тут уж, понимаешь? — И подытожил. — Вот так-то, Кеша. Сенькин жалобно посмотрел на Григория, но тот только грустно кивнул, что да, мол, опоздали мы с тобой. — А ты думал, почему я отправил тебя отдохнуть, до сил набраться? — продолжал капитан. — Именно поэтому. Ты мне нужен свежий и бодрый, и в Штат я тебя провел задним числом, чтобы тобой, и это главное, не успел заняться как раз Андриан. Могу себе представить, что он с тобой сотворил бы, если бы ты остался пустовым. Какими выходят от него люди, ты приблизительно знаешь? — Знаешь? — Слышал. — Отсутствующий ответил Кеша. — Ну, еще бы! — усмехнулся Назар. — Иначе не залетел бы ко мне с квадратными глазами, когда увидел, к кому увели Торопова. — Но теперь ты ему не по зубам. — Не слышу благодарности, Кеша. Тебе что, все равно? — Я вам благодарен за это. — Все так же без энтузиазма, — ответил тот. — Да. Любой другой на твоем месте радовался бы сильнее, узнав, что его избавляют от личного знакомства с Пехтиным. Недовольно заметил капитан. — Я ведь впрягся за тебя, Кеша, потому что лишился сразу трех сотрудников, включая Букина. Двое на фронт ушли, а Никита не то чтобы в строй. К жизни-то вряд ли вернется. Дырка у него величиной спитак в легких образовалась от вашего с ним купания. — Каверна называется. Заработал туберкулез, по всей видимости. — Да и после того, что я узнал от тебя, живой или неживой, ему лучше не показываться мне на глаза. — Да, людей-то хочешь не хочешь, а где-то брать надо. — Надо. — А вот я за тебя и подсуетился. И, как сейчас понял, не ошибся? — Нет, товарищ капитан, ошиблись, — глухо произнес Сенькин. — Что? — не понял Назар. — Что такое, ты сказал? — Я ошибся? — Да, — кивнул Кеша. — Не хочу больше ловить верующих людей. Раз попробовал, больше не хочу. Не ловить, не арестовывать. На фронт пойду. — А, на фронт. — Понимая еще усмехнулся капитан. — Ну, это как раз понятно. Не ты первый, не ты последний. — Что ж, решение хорошее. Вопрос только в том, как его воплотить в реальность. — А сие, милдружок, не совсем от тебя зависит. Вернее, совсем не от тебя. Впрочем, я готов это обсудить с тобой на свежую голову. А пока что дай подумать, что смогу сделать для Торопова, раз уж ты преподнес мне такие факты. — Ничего не обещаю, потому что дело уже ушло в суд, а уговорить Пехтина изменить что-то или добавить... Ох-ох-ох. Назар яростно поскреб в затылке. — Ты даже не представляешь, Сенькин, чем это чревато. Но попробую, где наша не пропадала. А ты тогда вот что. С ворганька мне в письменном виде все от и до. Обдумай до мелочей, прикинь, что к чему, и подробно опиши. А уже завтра на ясную голову и приходи, если, конечно, сможешь. — Смогу, — заверил Кеша. — Я обязательно приду. Ну, вот и договорились. Сенькин попрощался с Григорием и покинул кабинет. — Хороший парень, — кивнул капитан Попову, будто советуясь с ним. — Хороший, — с готовностью согласился тот, — с характером. — Именно. Жаль, что я этого раньше в нем не рассмотрел. Аккурат такие мне и нужны. Как ни странно, натолкнул меня на эту мысль именно Букин, вернее, его отчет. Слишком уж трусоватым он выставил Сенькина, а между тем того хоть недолюбливают патрульной службе, но мужественнее отказывают. — Отважный, мол, парень. Так что я пошел, можно сказать, методом от противного. Хлопец что надо, — горячо поддержал Попов. — Из полыньи-то он ведь Никиту вытащил, а не тот его. И не только вытащил, но и всю свою одежу ему отдал. А Мороз-то славный был. Сестра моя рассказала, как они прикатили к ней. Букин, мол, макрехонький, она ему муждина и сподни потом отдала, но в сухой верхней одежде. А Акеша раздетый и без шапки, но белье на нем сухое. А в санях вся амуниция, полушубок, вода водой, да шапка, разлохмаченная от воды, как ветошь. Ясно ж, кто в полынье побывал? Григорий осуждающе покачал головой и закончил. — Сволочь этот Никита, больше никто. Акеша мужик. Он за всю дорогу про Букина худого слова не вымолвил. И что там приключилось, у них с волками тоже не сказал, как я его не пытал. Только и ответил, что где надо, мол, там и расскажет. — У вас, значит. А мог бы и поправдываться, я ведь сначала-то на него с укором и накатил. То он Григорий виноват и развел руками. Ну, с Илью я это на него. Потом-то понял, что ни при чем он. — Это все мы потом будем выяснять, Григорий, — сказал капитан. — И про девицу, и про волков, а пока рассказывай дальше про Торопова. Это очень важно, что Тарасов, да и все в вашем управлении ценят его. — Думаю, если теперь еще присовокупить показания Сенькина, можно будет хоть на что-то надеяться. Главное, чтобы Кеша как можно убедительнее опроверг показания Никиты. Уверен, он это сделает, грамоты у него достаточно. А что сейчас спылил, то до завтра пройдет. Слишком долго и упорно он ко мне в оперативнике просился, чтобы потом вот так разом отказаться от службы. Нет, тут я больше, чем уверен. Но оказалось, что Легайда ошибся и во второй раз. И не только по поводу Сенькина. Совершенно сногсшибательно, иначе не назовешь, новость поджидала его утром в кабинете начальника. Дело в том, что в эту ночь была получена депеша с фронта, где черным по белому объяснялось, что вышла дедосадная ошибка, а именно, санитар Бедарь Николай вовсе не дезертировал, как сообщалось ранее, а наоборот, представлен к награждению медалью за отвагу. Вынес рядовой медслужбы с поля боя командира батальона и три дня пробирался с ним по болотам к своим, вынужденным откатиться далеко назад от прежней линии фронта. Вот это и в отсутствие послужило причиной первого сообщения, так что, мол, имейте там у себя в виду. И начальник, предоставив Назару эту информацию, не применил пожурить его за непродуманность и спешку, очень ловко открестившись тем самым от своего участия в операции по аресту бедря отца. Будто это и не он вовсе торопил ли Гайду с такой мерой. Ну и под конец ограничился отдельным советом. Дескать, ты уж, капитан, как-нибудь сам разрули ситуацию, без шума что бы. Мне-то, мол, не досуг. Легко сказать, без шума. А как это сделать? Можно, конечно, на все закрыть глаза и не вмешиваться в дело Торопова, то бишь тихо спустить на тормозах. Но, во-первых, это значило бы уподобиться тому же Пехтину, которого он презирал. А, во-вторых, тот тоже не в восторге от Назара и давно лелеет мысль поставить его на место. А что означает это «поставить на место», нетрудно догадаться. На памяти капитана случалось в органах и так, что сегодня ты оперативник, следователь, да просто милиционер, а уже завтра отдых на нарах в бараке. Ведь если захочет вдруг Андриан подробнее раскрутить историю с исчезновением Анны, то Назару сильно не поздоровится. Да, какой же нужно обладать изворотливостью, чтобы лавировать между этими двумя крайностями. Хотя показания Сенькина и придали уверенности, но это больше относится к Торопову. А вот его собственное, будьте оно неладно, решение по ее аресту содержит в себе такие нюансы, что и вспоминать-то не хочется. А время уже было к обеду, когда после робкого стука в приоткрытую дверь кабинета просунулась голова Сенькина. Легайда стука не слышал и даже вздохнул с облегчением, что тот прервал его размышления и приветливо махнул рукой. Кеша зашел и молча положил на стол отчет. «Плоды моего ночного бдения», — пояснил в ответ на немой вопрос Назара и попробовал улыбнуться, но улыбка вышла какой-то жалкой, вымученной, и капитан сразу отметил это. «Что, все еще не здоровится?» — спросил, разглядывая исписанные аккуратным почерком листы и, не дожидаясь ответа, указал на стул напротив. «Нет? Все нормально? Ну, посиди, пока я ознакомлюсь». Сенькин сел, устало положил руки на колени и, сняв очки, уставился в пол не мигающим взглядом. Во всей его сагбенной фигуре было что-то обреченное. Он так и не шелохнулся, пока Назар читал его плоды. А тот, перевернув последний лист, вернулся к первому, пробежал его глазами еще раз и, наконец, откинулся на спинку кресла. «Верю», — только и сказал, и повторил громче. «Верю, Кеша». Сенькин молча протянул другой сложенный четверо лист бумаги. «Что, это еще не все?» — улыбнулся Назар. «Это ж тебя прямо поэтическое вдохновение посетило, а?» Но улыбка медленно сползла с лица, когда он развернул тот лист. «Ну, Кеша», — протянул укоризненно, «это уже ни в какие рамки. Я думал, ты вчера по нездоровью это, да еще перенервничал, что торопа увидел в таком состоянии. Но я ведь сказал, что поборемся еще за него». А что задание не выполнили, так эко невидаль. Первый блин комом с кем не бывает. И у меня поначалу не все гладко было, но не убежал же. Нельзя сдаваться при первой же неудаче. Да, тут нужен характер, стальные нервы, но они, Кеша, вырабатываются в борьбе с врагом, а не в бегстве от него. Поэтому я и прошусь на фронт. Там воюют с определенным, а не скрытым врагом, и я не побегу от него. Эх, Сенькин ты, Сенькин. Думаешь, я не хочу на фронт? Да многие из наших прямо сейчас готовы туда уйти. Пример те двое, которые уже туда отбыли. Но кто-то же должен и тут наводить порядок. Может быть, ты думаешь, мне приятно возиться здесь со всяким отребьем? Анна и ее отец не отребья, тихо возразил Сенькин. Они просто верующие люди. Старушка, та, что поставила меня на ноги, она сестра Григория Попова, называла бедря божьим человеком, не подозревая в своей простоте душевной, что я-то... Я приезжал, чтобы его арестовать. Она в нем просто души не чает, и я готов был сквозь землю провалиться со стыда, что обманываю ее. Но как я мог сказать о цели нашего задания? Хотя уверен, что если бы она и узнала, не перестала бы ухаживать за мной. Она говорит, что любить нужно всех, а не только своих ближних. Имела в виду, наверное, таких, как я. Так, мол, в Библии прописанной об этом проповедует Игнат Бедарь. Кеша как-то по-доброму улыбнулся, мельком взглянул на капитана и, увидев его сосредоточенное лицо, снова потупился. Вы, конечно, можете сказать, что она темный человек, верит Бога, и что это есть пережиток прошлого. Может быть, это и так. Но старушка... Ладно, а торопов? Вы ведь знаете, что он никакой не враг? Назар терпеливо, не перебивая, слушал монолог подчиненного и только все больше хмурился. Он поймал себя на том, что слушает в полуха, и в мыслях его подспудно уже вызревает какое-то нужное, умное решение. И когда Кеша закончил, встал и, склонившись над столом, не повышая голоса, но жестко, чеканя каждое слово, произнес. Выговорился? А тебе не приходит голову, что ты меня тут за верующих агитировать собрался? Нет, не приходит. Но ведь получается именно так. Теперь слушай, что я скажу. Не лезь-ка ты, Кеша, туда, куда тебя не просят. Это ведь такие дебри, что сгинешь в них и не заметишь. В нашей жизни бывают ошибки, куда же без них? Только не нам о них судить. А всего лучше вовсе избегать о них рассуждать. Время сейчас такое. Например, за то, что ты только что наговорил, вполне можно припаять пропаганду религиозного мракобесия. И не удивляйся еще, как припаяют. — Пойми, дело сейчас в тебе. И я забочусь в первую очередь о том, чтобы ты не попал в те же жернова, о которых даже не подозреваешь. Хотя... Легайда на минуту задумался, еще развешивая то, что только что вызревало в уме. Потом, пожав плечами, как бы продолжил развивать мысль. Хотя фронт, конечно, тоже неплохой шанс избежать встречи с теми самыми жерновами. — Да, совсем неплохой. Ну, хорошо, допустим, я соглашусь ходатайствовать за тебя, потому что уже начинает надоедать нянькаца с тобой да уговаривать. Но ты хоть отдаешь себе отчет в том, что тебя ждет, если попадешь на фронт? — В полной мере. — Я все хорошо обдумал, а вот тут я тебе не верю. Ты, как я подозреваю, думаешь только о том, как попасть на передовую, так? И рвешься-то ты непременно туда, хотя прекрасно сознаешь, что из-за зрения никуда, кроме как в какой-нибудь тыловой обоз, не возьмут. В лучшем случае писарем штаб, но там нет места подвигу. Там обыденная до тошноты рутина, а ты-то считаешь себя готовым на любой риск, так? Ты же хочешь, чтобы я помог тебе попасть на действующий фронт. А зачем? Чтобы стать героем? Послушай, Кеша, что я скажу. У нас своя передовая и риска у нас не меньше, чем на фронте. Как и там, у нас идут сражения и гибнут люди. И звания героя у нас дают далеко не за красивые глазки. Мне наград не надо. Не хочу, чтобы меня держали за трусы. Не валяй, дурака, Кеша. Никто тебя трусом не считает. Я же сказал, верю. Значит, верю. И потом. Кому ты собрался доказывать? Если всем, то и жизни не хватит. В первую очередь себе. Чтобы перестать презирать себя. Сенькин сложил руки на груди и с мольбой в голосе признался. Не будет мне жизни, товарищ капитан. Все последние дни, как только пришел себя от болезни, перед глазами так и стоит упавшая на колени Анна и настигшая ее волчья стая. Вы не представляете, какие мучительные страдания приносит это наваждение. Оно повсюду преследует меня. Не дает покоя ни днем, ни ночью. Вот я говорю с вами, а она, вот она. И вот он, Букин, как тут и был, и орет над духом благиматом. Эх, застонал Сенькин и в отчаянии сжал голову руками, будто слышит тот истошный вопль. Потом поднял глаза на легайду и усмехнулся жалобно. А я коня гоню. Горюна. Вожжами, вожжами. Все позабыл, только волки. Представляете, страх такой все заледенил. И сейчас еще леденит. Только теперь от стыда. Всю душу он мне наизнанку выворачивает. И, покачав головой, упредил Назара. Только не говорите, что мне надо полечиться, и все пройдет. Не пройдет. Нет, не пройдет. Пока другим страхом этот страх не искореню. Клин клином вышибают. Прошу вас, товарищ капитан, посодействуйте. Я знаю, что у вас с военкоматом прямая связь. Тем двум вы же помогли. Ты уже и это узнал. Непонятно, с одобрением или с осуждением покачал головой легайда. Нет, Кеша. Уж куда-куда. А для дороги на фронт блатные связи не требуются. Тут было бы желание. Другое дело, что я просил свое начальство отпустить их, так как у обоих на то была веская причина, что одному, что другому пришли с фронта похоронки, и парни горят желанием отомстить. А ты за кого мстить собрался? Насколько я знаю, кроме тебя, в семье есть еще младшая сестра, а на фронте никого. Сестренка работает на оборонном заводе, значит, вносит посильный вклад в победу. Я тоже хочу внести. Но не мстить, а воевать за родину. Что ж, поквально, если так, задумчиво сказал Назар. Он уже укрепился в найденном решении. А родителям сказал о своем желании. Отцу только. Он понял меня и благословил. То есть, я хотел сказать, одобрил. Он потом матери передаст, когда весточку пришлю. Значит, решено. Откинулся в кресле для Гайда. Решено, товарищ капитан. Подумай еще, Сенькин. Это ведь что-то вроде командировки в ад. Все равно. Помогите. И чем быстрее, тем лучше. Только чтобы, это, ну, не в обоз. Ну, вы же сразу сами поняли. Да уж понял. Удовлетворенно улыбнулся Назар. Разгадать-то не мудрено было. Не зря ведь тут работаю. Скажу больше. Тщеславие — не самая плохая черта характера. Не зря у нас говорят, что плох тут солдат, который не мечтает стать генералом. Так что дерзай. Да, рассчитывал я на тебя, но делать нечего. Придется искать замену. Ну, на нет и суда нет. Постараюсь помочь. Хотя помощь может обернуться боком не только тебе, но и мне. Мне это понятно. Могут убить. А вам? Почему вам? Если убьют Кеша, то получится, что к этому и я руку приложил. Как раз вот этой своей помощью Назар иронически усмехнулся. Ну, тогда не обессудь. Уж такая она селявьи. Ладно, посиди. Я от секретарши попробую в военкоман дозвониться, если есть там кто. Вернулся он через полчаса, настроенный, как показалось Сенькину, скептически. Ждешь? Спросил, усаживаясь кресла, и шумно выдохнул, будто освободился от какого-то тяжелого груза. Да, задал ты мне задачку, век помнить буду. И замолчал. Взглянув на Сенькина, зачем-то взял в руки его отчет и стал сосредоточенно изучать его. — Что? Что вам сказали? Осипшим от волнения голосом напомнил о себе Кеша. Во рту у него пересохло. — Да уж сказали, Сенькин, сказали. Только вот, думаю, радоваться мне теперь или горевать за свое участие в твоей судьбе. Назар отложил отчет в сторону и протянул ему блокнотный листок. — В общем, завтра к обеду ты должен быть в военкомате и обратиться вот в этот кабинет. Тут записано, к кому и когда. Ты как раз успел к набору связистов. Везение ты или наоборот решать тебе, а я свое обещание выполнил. Уже вечером отправят вас в Новосибирск, там обучение, то да сё, и на фронт. При себе иметь сам знаешь что, ну, а прочие необходимые документы возьмешь утром у секретарши. Она тебе их подготовит по моей просьбе. — Товарищ капитан, — приложив руки к груди, судорожно отклотнул Сенькин. — Я не знаю, как благодарить вас. — Отблагодаришь тем, что вернешься живым, Кеша. Пусть даже без орденов, но этим снимешь гуру соответственности, которую я сегодня взвалил на себя. Легайда вышел из-за стола и подал ему руку. — Что ж, тогда давай прощаться. У тебя, наверное, еще куча дел, да и у меня не меньше. Ну, и, как говорят наши хлопцы, до побачения. — Хорошо ли, правильно ли я сделал, что устроило ему эту путевку в пекло? — задался вопросом капитан, проводив взглядом молодого парня, столь недолгое время пробывшего в его подчинении. И заходил по кабинету, раздираемый противоречивыми чувствами. С одной стороны, вроде спас Сенькина от пехтина, а с другой больше спасал-то, конечно, себя. Упреждал, так сказать, возможную угрозу, потому что в свете дела Торопова ему предстояла нешуточная схватка с этим следователем. Она стала неизбежной в связи с неожиданно открывшимися сегодня обстоятельствами по поводу бедря, а стало быть, неизбежен допрос обоих исполнителей приказа об его аресте. И если за Букина можно не беспокоиться, то где гарантии, что Сенькин не покажет на первом же допросе, что арестовывали Анну по приказу капитана? — А на подобный приказ он не имел никакого права. Никто, конечно, и никогда бы на это не обратил внимания, но, как уже было сказано, если дойдет до Андриана, ну, для того это будет конек. Даром, что сам направо и налево отдает такие приказы, но делает-то все это устно, а слова к делу, как известно, не пришьешь. А вот он, Назар, письменного предписания добился. Повелся на предложение Букина сразу двух зайцев словить. Вот и словил. Ладно, хоть сам-то Никита теперь уже ничего не покажет. Медики говорят, что все же слетел с катушек. Недаром в дурдом перевели. А Кеша мог бы и проговориться. Совестливый, шибко парень. И податливый. Стоило вон верующую бабку встретить, как тут же про какую-то любовь к ближнему замолол. А Игната, похоже, и сам в божий человеке записал, раз уж запел обои Масанну. Да, эта паутина скоро затягивает человека в свои и тенета. Быстрее, чем он спохватится. Вон ведь об отце-то своем, как проговорился. Благословил, мол, на фронт его. Легайда сел за стол, выдвинул один из ящичков, достал, полистал дело бедря. И, процедив в мгновенно охватившем раздражении, — Откуда ты только свалился на мою голову, чертов праведник? Всю малину мне твой сын испортил. Зашвырнул его на прежнее место. — Кажись, подфартило на этот раз Андриану. Отыграется за все прежние неудачи против меня. Вздохнул с досадой. — Ну да ладно. Еще посмотрим, кто кого. Ты ушлый, а я еще ушлее. Он даже повеселел от такого придуманного на ходу слова, а мысли почему-то снова вернулись к Кеше, но уже более спокойные. — Нет, правильно я сделал, что уважил его просьбу. — Правильно. Лучше хлебнуть солдатской доле, чем поганить душу общением с такими, как Пехтин. А общаться наверняка пришлось бы. Ну-ка, начнись, катавайся с допросами. Сколько грязи увидел бы парень. А у него душа еще чистая. Нет, все правильно. Я его оберег и от Андриана с его изощренным садизмом, и от всех этих верующих, чтобы до конца не заморочили голову своими бреднями о Боге. На фронте-то их вряд ли встретишь. Назар встал, одернул гимнастерку и с присущей ему иронией усмехнулся. — Ну-ну, капитан Легайда, выходит, ты со всех сторон обезопасил мужика. Осталось только доказать себе, что отправил его не на фронт, а на курорт. Он уже шагнул было к двери, как вдруг застыл в оцепенении. Будто в самое ухо шепнул кто-то. — Как же ты говоришь, что на фронте верующих не встретишь? А про бедрю забыл? А его медаль за отвагу? Огляделся в изумлении капитан никого. Но голос был, он его слышал, подождал, не повторится ли, и, не дождавшись, грустно покачал головой. Галлюцинации. Перегрелся, видать, заработался. Отпуск бы надо, а то как бы вслед за Букиным психушку не загреметь. И даже вздрогнул от последовавшей, буквально пронзившей его мысли. Уж не от того ли это, что я верующих в Бога смешал в одном флаконе с дьяволом в образе Пехтина и праведника назвал неподобающим словом? Домысел, конечно, но лучше больше не надо. Хоть и уверен, что никакого Бога нету, но кто знает? На этом и успокоился. Назар презирал коллег, которых называл держимордами, но и верующие большой симпатии у него не вызывали. Через час пути по рыхлому вязкому снегу геологи, обогнув с дровянками очередной перелесок, оказались на пологом берегу затаившейся под толстым слоем льда речки. Здесь Афанасий остановился и, втянув носом в воздух, безошибочно определил. — И хозяин дома, и уха на плите. Значит, ко времени мыгаль. — Ты это о чем? — удивилась она. — Да заимки, говорю, рукой подать. — А, ну и славно, — пробормотала она, тщетно взираясь вокруг. Но, как ни вглядывалась, не видела еще никакой заимки, ни даже дыма, по которому он, очевидно, выверил ее расположение, и даже то, что там варится. Впрочем, она привыкла во всем безоговорочно доверять своему коллеге. Раз он сказал, значит, так оно и есть. Все же вопросительно посмотрела на него. — Не глюди, не увидишь, — понял он, и, преклонив ее к себе за плечи, вытел на руку. — О, видишь, где излучина уходит за хом? Дальше речка дает такой полукруг, — описал он рукой дугу. — И где-то вот тут, ближе к нам, должна быть заимка. Если идти напрямик через лес, путь получится вдвое короче. — Ну что, последние усилия ему уцели? — Погоди, Афанасий, посмотрю, как там наша красавица. Приоткрыв лицо Анны, Галина озабоченно покачала головой, склонилась поближе и тут же вскинулась в тревоге. — А как долго еще идти? — А надо быстрее? — переспросил он. — Да, слишком трудно, прерывисто дышит. — Ну, если напрямик, то минут пятнадцать, от силы полчаса. Это же чаша, по ней трудно пробираться. Можем спуститься к реке, и хоть это будет очень большой крюк, но там к заимке ведет просека. По ней легче. — Идем через лес, — решительно сказала Галина. — Я боюсь за нее. Лавируя между зарослями кустарника, объезжая снежные завалы бурелома, они, как и предположил Афанасий, через четверть часа вышли к большой поляне на дальнем краю, которой приютилась небольшая бревенчатая избушка, не дать не взять теремок из детской сказки, сходство с которым придавал надстроенный над подклетом столь же крохотный верхний ярус с красными оконцами. А внизу у заваленки стояла длинная лавка с причудливой спинкой. Геологи даже приостановились, пораженные таким искусным строением. Странно было увидеть в этой глуши не обычную избушку-времянку, а настоящее произведение деревянного зодчества. Однако на стук в дверь никто не отозвался, не подтвердив тем самым прогноз геолога на наличие в доме радушного хозяина, жаждущего угостить странников ухой. Хотя сама уха действительно стояла в чугунке на печи, сразу у входа из сеней в довольно тесную комнатенку. Судя по размерам, она служила кухней, а за ней была еще одна просторная комната с рядом продольных нар повдоль одной стены, топчаном на невысоких козлах у другой, да небольшим столиком с парой табуреток посередине. А вот так крокотная внешняя избушка внутри оказалась довольно объемной. Афанасий, оглядевшись, удивленно присвистнул. — А заимка-то, кажись, артельная? — Ну, тем более помощь нам будет тут, Галь. Среди них всегда найдется хоть один врачеватель. Не успокоил ее. — Не знака, не, а именно что врачеватель. — Давай-ка сюда нашу девчонку. — Да пока ты с ней занимаешься, я дам хозяевам знать о себе. — Ясно же, что они где-то рядом. Уха вон еще теплая, даже не тронутая. Они осторожно занесли Анну и уложили на топчану стены. — Слава богу, дышит красавица. Ласково приговаривая, искренне радовалась Галина, снимая с нее верхнюю одежду. — Ты бы вышел, Афанасий, пока ее осматривать буду. Я потом кликну. И продолжила хлопотать около своей пациентки. Делала она это так заботливо, что на лице ее спутника отразилась вдруг боль сострадания. Он очень хорошо знал причину этой ее нежности. Галина Петровна Панина еще до войны потеряла дочь Светлану, которая погибла в авиакатастрофе в Иркутской тайге. На борту того У-2, или кукурузника, как обычно его называли, кроме пилота было еще два члена топографической экспедиции. Начальник и его помощница, дочь Галины Петровны, 25 лет от роду. Пилот и начальник каким-то чудом уцелели, их нашли через сутки и с множественными ушибами и переломами доставили в госпиталь Иркутска. Нашли и Светлану, но ей помощь уже не понадобилась. Она погибла на месте. Горе утраты было так велико, что врачи едва спасли и саму Панину, страдающую хронической гипертонией. Прошло более года, прежде чем она узнала, что начальник ее дочери был обвинен в умышленном вредительстве, и поскольку у него уже была похожая судимость, приговорен к десяти годам лагерей. Тогда она начала воистину героическую борьбу за его оправдание, ведь только сам факт заступничества за осужденного по такой статье мог обернуться ей не меньшим сроком. И так и добилась пересмотра дела. И кто знает, может, это как раз ее письма, письма матери жертвы той катастрофы во все судебные инстанции, вкупе с ходатайством местной власти, имеющей острую нужду в таком специалисте, повлияли на решение апелляционного суда. Как бы там ни было, но после трех лет отсидки его оправдали. И не только освободили, но и восстановили в должности. Шел тогда уже второй год войны. Тогда-то Галина Петровна, врач-педиатр с многолетним стажем, и попросилась ту самую экспедицию на любую работу. Здесь, среди людей, с которыми ее Светлана не один год делила тягодой таежной жизни, Панина думала найти себе хоть какое-то забвение. Это был шанс убежать от щемящей душу тоски и одиночества. Надо ли говорить, что начальник с превеликой радостью воспринял эту просьбу и немедленно зачислил ее в штат. Остается только добавить, что человеком этим был никто иной, как Афанасий Сенцов. И теперь, глядя на то, какой трепетной заботой окружила Галина совершенно незнакомую девушку, память его в бесчетный раз высветила те последние страшные секунды их полета. Полные недоумения глаза Светланы от страшной болтанки самолета. Она даже не успела испугаться. Матерный вскрик пилота, удар о верхушке деревьев и... и все. И, как всегда бывало в такие минуты памяти, шевельнулся внутри, не оставляющий его все эти годы горький упрек самому себе. Почему она, а не я? Ведь это было бы справедливее. Я-то хоть и не бог весть как, но уже свое пожил. Да и горевать было бы некому. Один как перст, кругом один. Эх, судьба индейка, жизнь копейка, печально вздохнул он. Сколько уж лет прошло, она все так же безутешно по Светланке. Наверное, кажется ей сейчас, что со своей дочкой нянчится. Ну, хоть как-то душу отведет, и то ладно. И все же, почему не я? Афанасий вышел из избы, снял с плеча двустволку, чтобы выстрелом известить хозяев заимки о наличии гостей, но передумал и присел на лавку. Судя по времени, они должны вернуться с минуты на минуту. Зачем же тратить патроны? Прикрыв глаза, он погрузился в воспоминания и не заметил, как на противоположном краю поляны появилась белая лайка. Из состояния задумчивости его вывел уже ее призывный лай к замешкавшемуся в лесу хозяину. И как только он появился, собачка мелкой рысцой подбежала к Афанасию, безбоязненно обнюхала его и, видимо, убедившись в мирных намерениях, уселась рядом. Тогда и он терпеливо переждал процедуру ознакомления, ласково погладил ее и шагнул навстречу хозяину, неспешно пересекавшему поляну на лыжах. Лицо его, заросшее густой щетиной, сокладистой бородой и пышными усами, в придачу с нахлобученной почти до глаз огромной шапкой, представляло единое целое. Разве что шапка была чуть порыжее. Не то карабас-барабас, не то пират, но все равно и сказки. И Афанасий невольно улыбнулся, объединив его образ со сказочным образом всей заимки. — Сенцов, — представился он карабасу, геолог. — Тут неподалеку девчонку без сознания подобрали. Так уж извиняюсь, что заявились к тебе без предупреждения. — А ты лесник? — Лесник, — подтвердил мужчина. — Бялка, Иван Сергеевич. — А чего ж бы ее тогда не к людям на село? — Побоялись, что не довезем, — схитрил Афанасий. — Совсем плохая она. — А заимку вашу я раньше видел. Ну и решил, что тут поближе будет. — Правильно решил, — одобрил Бялка. — Сейчас я светле паек выдам, и пойдем покажешь. — Ай да, светла сюда. — Можешь не торопиться, там сейчас моя помощница обследует ее. А как закончит, так и позовет нас. — Ну и так, ладно. — А сам-то хоть предполагаешь, что с ней стряслось? — Это да, это примерно понимаю. — Ты вот скажи мне, Иван, может ли быть так, чтобы человек попал со стаи волков, и они не тронули его? Да еще аккуратно на святки, а? — На моей памяти не было, но от отца как-то слышал. Сказывал, что тогда, мол, все зависит от волчицы, от ее прихоти. Думаю, что так оно и есть. Лесник снял лыжи, смакнул рукавицы, налипший снег с полозьев, и поставил их под небольшим навесом справа от избы. Туда же к миске позвал Илайку. Потом вернулся и не спросил, а вроде как развеял свои же сомнения. — Стало быть, это ты там стрелял? — Я так и прикинул, наших-то охотников в округе вроде сейчас нет, а это прям война целая. — Там не я один стрелял, — пояснила Афанасий. — Там милиционеры еще были, так тоже полили вовсю. В общем, Сергеич, я тебе расскажу все как есть, а уж ты решай, помогать нам или нет. Присядем. Со стороны можно было подумать, что разговаривают двое давних знакомых, столь свободно и непринужденно они обращались друг к другу. Ну да, это не мудрено. В тайге люди безошибочно угадывают во встречном родственную душу, и это был именно тот случай. Сенцов кратко пересказал о случившемся на пустоши и завершил вопросом. — Теперь понимаешь, почему мы ее сюда привезли? — Не дурак, сообразилки, — внул Иван. — Ну и что скажешь? — А что тут говорить? — Сколько надо будет, столько и оставайтесь. — Но надо для начала выяснить, местная девка нет ли. Если так, то и сгонять за родными, если что. В такой ситуации родной человек лучше всякого лекарства. С волками-то человек не каждый день нос к носу встречается. Так, скорее всего, это со страху до переживаний у нее. А твоя-то помощница хоть и врач, но пилюлями много делу не поможешь. В общем, поглядеть бы надо сперва, может, и сам чем смогу помочь. Да и я сразу подумал, что лекарствами тут не обойдешься. Самого не раз то буряты, то якуты спасали, поэтому и рассчитывал на заимки таежного человека встретить. — Таежный человек, он с природой матушкой в ладу, зато она и дает ему мудрости. Природа и мудрость — понятия друг от друга неотделимые. — Это ты хорошо сказал, — согласился лесник. — Заумно, но хорошо. Правда, один из наших артельных говорит, что, мол, это не природа, а Господь Бог дает мудрость. — А по мне так и это одно и то же, — кивнул Сенцов. — Только природу я вижу, а Бога нет. В смысле, Бога не вижу. И есть ли он, нет ли, до сих пор для себя решить не могу. Мне другое не дает покоя, Иван. Или кто спугнул волков? А ведь больше ни одного следа. Ни человека, ни зверя, а снег-то свежий. Все как на ладони, я бы уж точно приметил. Не в первой пади по тайге-то блукаю. — Ну, мало ли что, нет следа. Может, они от Беркута одропанули. А вот как очнется девка у нее и спросим. — На бабах-то, что гадать будем. Твоя, правда, — согласился Афанасий и, кивнув на заимку, круто переменил тему. — А этот теремок твоя работа? — Терем-то, — переспросил Иван и расплылся в доброй улыбке. При этом на его заросшей физиономии блеснули ровные белые зубы. — Нет, это же артель квартирует тут, так есть среди мужиков чудик один. — Тот самый, про которого я только что сказал. — О, такой, что хлебом не кормит, дай что-нибудь из дерева повырезать. Как чуть свободная минута, тут же всякое и выкомуривает. Возьмет простое полено, чуть поколдует, глядишь, уже кукла. Умелец, одно слово. В деревне, вон, если какую игрушку увидишь у ребенка, так и знаешь, что его работа. Что любит детвору, то любит, этого не отнимешь. Так бы и сидел день-деньской над игрушками. Даром, что пять лет на зоне провел, а вот, гляди-ка, не зачерствел мужик. Артельные-то в основном народ пришлый, суровый, от семьи, от детей отбившийся. Так им это даже в диковинку. Ну и потрунивают над ним, конечно. Я тоже знал одного такого искусника. Столь же по-доброму улыбнулся я, Афанасий. И тоже на зоне дело было. Сидел, значит, оживился лесник. Впрочем, что я спрашиваю? У нас, к примеру, на селе нет такой семьи, чтобы никто не сидел. Если не сам, то брат, сват или кум. Главное, сидят-то не за понюшку табаку. Но было бы варье какое, а то ведь простые люди, деревня. Гоплана, что ли, содят человека. Может быть, объяснишь? А, Афанасий? Вопрос, за что сидел, как правило, прямо не задавался. С одной стороны, что спрашивать, если все гребли под одну гребенку, а с другой, вдруг, да мужик как раз не из той когорты. Еще и обидится. А надо будет так сам расскажет. — Ни за что у нас не сидят, — криво усмехнулся Сенцов. В интонациях его голоса чувствовалась горькая ирония. А Беломор Канале слышал что-нибудь? — А как же, стройка века. — Ага, века. Еще скажи, комсомольско-ударная. Не было на Канале и в помине никаких комсомольцев. Строили его исключительно одни зеки его, в том числе и я. — Что обозначает это слово, знаешь, да? — Заключенные Канала Армейцы. Это нас так называли. Оттуда пошло уже сокращенное ЗК, то есть зек. Так вот, о том, кто за что сидел, тогда ходила такая байка. Спрашивают, кто строил левый берег Канала? Те, кто рассказывал политические анекдоты. А правый? Правый — те, кто их слушал. Вот, видишь, как развел руками Сенцов. А ты, говоришь, не за понюшку табаку. Был бы человек, а причина, чтобы его посадить, всегда найдется. — Да уж, что найдется, то найдется, — согласился лесник. — Ну, а ты на каком берегу был? Так ведь это, Иван, без разницы. Скажем, вот за этот наш с тобой разговор, будь мы кем-то услышаны, по червончику было бы обеспечено. А кто из нас рассказчик, кто слушатель, так это даже неинтересно знать. — Понял, — кивнул Бялко. Но, слава богу, с началом войны вроде как поутихло с этим. Прям заметно стало, как намного свободнее люди вздохнули. — А ты, Афанасий, это... Он на мгновение заколебался, но все же задал вопрос, который теперь можно было задавать бывшему сидельцу без боязни обидеть его. Ну, раз он уже сам об этом заикнулся. Ты только там свое отбывал или еще где был? На канале был мой первый срок. Я один из немногих, кто вырвался оттуда живым. Достаточно молодой еще был, крепкий, но и выдержал. Хотя задача надзирателей состояла в том, чтобы за первые же три месяца высосить из зэка все силы, а потом расход. Чудом избежал я с Андармоха. Это урочище такое было недалеко от Медвежьей горы, где расстреливали зэков каждый день десятками. Такое чудо, что я до сих пор не могу в него поверить. Потом новый срок, который чарился уже под Архангельском. Вот-вот, будто о чем-то догадался лесник. Там ведь на севере я слышал то же, как и у нас, лагерь на лагере. Ты вот про искусника-то упомянул. Так не там ли встречал его? Ну, ты прям проведицу делился, Сенцов. Там, да. Подробнее рассказать о нем можешь? — попросил Иван. Всем своим видом выказывая готовность слушать. Отчего же нет? — Да там я с этим умельцем и сидел, — задумчиво покачал головой Афанасий. Ему почему-то тоже захотелось непременно сейчас сказать о том человеке, и он вернулся к своей памяти. В самый первый раз мы с ним на пересылке во Владимире встретились, а потом уже в лагере под Архангельском. Только поначалу-то боком ему вышло это искусство. В том смысле, что карцер слопотал за сокрытие режущих и колющих предметов. Нельзя было в зоне не то, что нож, любую железку иметь. Чуть что обнаружили карцер. Ну, а надзиратель и слушать не стал, что игрушку он у костра на лесоповале вырезал. Мне, мол, инструмент вынь да положь, а раз отказываешься, то и пеняй на себя. Оно и правда, зачем надзирателю мозги напрягать, если, конечно, таковые имелись. А как его звали? Игнат. У него и кликуха-то подходящая была. Игнат, говоришь, перебил Иван. Он как будто не поверил. Ты сказал Игнат. Ну да, подтвердил Афанасий. Я вижу, заинтересовал он тебя. Ты рассказывай, рассказывай. Соображение одно у меня имеется. Ты его хорошо знал? Ну, не скажу, чтобы уж такими сильно близкими друзьями были. Хотя у меня, да и у него вроде бы, ближе-то никого и не было. Ну, как бы это, палачей сказать, слишком по-разному мы жизнь оценивали. Не в лагере, а вообще жизнь. Так уж случилось, что пару раз я его выручил. Да, ситуация там была с урками. Так оба раза я вовремя погодился и их окоротил. Ну, помог, да и помог, чего тут такого. Ни ближе, ни дальше от этого друг к другу мы не стали. Но прошло время, и уже он отвел от меня беду, да не просто беду, а спас от неминуемой смерти. Тогда я стал к нему прислушиваться. Главное, я на тот день уже на ногах едва стоял, причем не столько от голода, сколько от перенесенной детской болезни, дизентерии называется. Она окаянно чуть не четверть лагеря скосила. Афанасий покачал головой. Ох, как шибко не хотелось умирать такой негеройской смертью. Тут-то Игнат и убедил кума, что ему в столярке не обойтись без помощника, и что лучшего столяра, чем я, во всем лагере не найти. Даром, что я в этом деле ни у гухом, ни рылом простого рубанка никогда в руках не держал. Не знал, чем он от фуганка отличается. В общем, взял он меня исключительно на свой страх и риск. Сам-то я, наверное, и до столярки бы не дошел, а он дотащил меня. Ну, а там уже пайка нормальная сделала свое дело. В общем, выправился я. В лагере ведь стабильная пайка — это самое главное. Да, в голосе Сенцова сожаление. Всем хороший мужик был, но... Но больно уж в судьбе покорной да набожной. На все-то у него одно объяснение, на все один ответ. Так, мол, Богу угодно. Иной раз меня даже больше, чем злила эта его покорность. Да что ж ты, думаю, на себе ездить позволяешь? Так бы, думаю, и вразумил тебя. Но проходило время, и оказывалось, что каким-то образом ситуация оборачивалась в его пользу. Вот как сейчас помню. Но надзиратель ведь ему в тот первый раз ни за что, ни про что карцер выписал. Вот просто на ровном месте, что даже весь барак недовольно загудел. Кстати, для зэка это много значит, скажу я тебе. А он улыбается смиренно, да одно свое толдычит, что на все, мол, воля Божья. Ну, что с него взять? Афанасий хмыкнул и недоуменно пожал плечами. Хотя и тут, если разобраться, метаморфоза произошла. Ведь именно во время отсидки в карцере его и определили в столярку. Ну, дошло каким-то образом до начальника лагеря, что игрушки вырезает мужик, да что, мол, чуть ли не художник по дереву. А у начальника трое ребятишек, мало-мало меньше. Так он на второй уже вечер Игната вместо карцера к себе домой. Ну, дальше все понятно. После этого даже я засомневался, а вдруг да есть Бог на свете. Он ведь как повернулось все. Из того карцера обычно к праотцам сразу отправлялись, а этот, наоборот, ожил. Столярку им отвели прямо в зоне, да еще и меня потом спас. Вот и думаешь, что хорошо все же таким верующим. Все-то у них что ни случилось от Бога, никаких тебе сомнений, переживаний. От того-то, наверное, жить им проще, что не надо голову ломать. А как ты считаешь, Иван? — Я-то... — очнулся тот. Рассказ явно захватил его. Он неопределенно обвел рукой заимку. — Я-то думаю, что это он. Да уверен даже, что он. Кто он? На всякий случай огляделся по сторонам Сенцов. — Ты о ком это, Сергеич? — Об Игнате. Тот, который этот теремок выстроил. Он ведь тоже где-то на севере лямку тянул. Твоего друга как фамилия была? — Бедарь? — Чего молчишь, не помнишь? — Так по фамилиям-то мы мало кого знали, — сконфуженно пожал плечами Сенцов. — Может, и Бедарь, но не поручусь. А что, плечка Кукольник? Это точно. Его, по-моему, больше никак и не звали. Но в лагерь же, хочешь не хочешь, а Кликуху прилепят. С ней и живешь. — Так ты думаешь, это один и тот же человек? А что тут думать? — возбужденно вскочил с лавки лесник, что никак не вязалось с его суровым внешним видом. Раз в такое он верил в Бога, то кому и быть, как не ему? Правильно, везде у него Бог. Над ним еще и поэтому мужики тут потрунивают. — Ну, не знаю. И хорошо бы, конечно, если бы так, но Афанасий смолк. Он почему-то все еще не торопился разделить догадку лесника. — Что оно? — поторопил Иван. — Понимаешь, где-то через полгода все переменилось, и Игнат ушел по этапу. И этап тот был не куда-нибудь, а на повенец, то есть туда, где я мотал свой первый срок. Афанасий стал говорить медленно, словно вживаясь в каждое слово. Ну, а потом от вертухаев узнали, что отправили Игната на Соловки. Тут вот что главное. На этап повели совсем небольшую группу зэков, которые оказались только верующие. И в основном те, которые не скрывали свои веры и собирались у кукольника. Но были и другие, которые это не афишировали. Да разве в лагере что-то скроешь? Мы даже прознали про секретный указ о срочном формировании троек для тех зэков, кто в 37-м должен был выйти на свободу. Секретная шифровка НКВД от 5 августа 1937 года. Это касалось интеллигенции, бывших военных, попов и особенно тех верующих, которых относили к сектантам. И чтобы не создавать себе проблем в будущем, власть решила лишать контриков жизни на месте и желательно сразу же после вынесения приговора. Ну, а приговор тройки был известен заранее и тоже ни для кого не был секретом. Вот тогда мы поняли, что это их последний этап. Туда ведь разных верующих сгоняли, и крестьян, и мусульман, и евреи, и всех. А уж Соловков, если кто и возвращался, то только для того, чтобы быть расстрельным в Сандармохе. Во всяком случае, довелось однажды услышать хвостовство пьяного НКВДшника, что, мол, с верующими там было покончено, под корень, мол, вывели заразу. К сожалению, он не врал, так как чуть позднее мы на это получили достоверную информацию. Да, как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Тогда я и понял, что нет больше Игната на этом свете. Был, да весь вышел, как говорят. — Вот так и получилось, что я, избежавший в свое время этого гиблого места, проводил туда человека, который спас мне жизнь. — Такие вот дела, Сергеич, — вздохнул Сенцов. — Поэтому вряд ли речь у нас об одном и том же человеке. К сожалению, с того света не возвращаются. — Не тот, значит, — с явным сожалением согласился Иван. — Жалко. А то хорошая бы у вас встреча была. — Ну, хорошая она бывает с любым, как только узнаешь, что в одних краях срок отбывали. Может быть, когда-то и с вашим Игнатом свидимся. А он про лагерь хоть что-то рассказывает? — Нет, не любит вспоминать. — Знаю только, что на севере сидел. Да еще, что земляки мы с ним, с Украины. В двадцатых их тоже сюда переселили. — Почему, сам знаешь? — Да уж знаю. Ироничных мытнул Сенцов. — Жили вы там больно богато, а этого делать нельзя. — Ну, да. — Богатей на богатее и богатым погоняли, — поддержал иронию лесник. — У нас аж целая корова была. Как тут не раскулачить? То же самое было и у них. Только у них вроде бы еще лошаденка была, а это уж совсем бояре. — Да, жалко будет, если вам не встретиться, — повторил он с сожалением. — Артельные не скоро вернутся. Пока промысел запрещен, они на лесозаготовках подрабатывают. А это верст пятьдесят с гаком будет. Вы-то сами как долго на базе своей стоять думаете? А то, может быть, и придумаем чего. — Да обязательно придумаем, — заверил Сенцов и обернулся на скрип двери. — Вот и моя помощница Галина Петровна. А это Иван Сергеевич, хозяин заимки. — Ну, как там наша подопечная очнулась? Галя, поздоровавшись с лесником, отрицательно покачала головой. — Мы можем зайти? — спросил Иван. — Да, конечно. Вы уж извините, что я без спроса тут у вас теплое одеяло взяла, да укутала ее. А злоб у нее сильный. Какой там спрос? Все, что надо, бери, и не волнуйся даже об этом. Все путем. С короговоркой пробормотал Бялко и шагнул в избу, но едва переступил порог той другой комнаты, как инстинктивно отшатнулся и в сильном волнении ухватил за рука вследовавшего за ним Афанасия. — Мать честная, так это же Аня! Невольно вырвалась у него. И, видя, что это ничего не говорит, Сенцову тихо пояснил. С ножка Игната, о котором только что говорили. Видимо, посчитав такое объяснение достаточным, он, осторожно ступая, приблизился к Топчану, присел около и взял ее за руку. Мужик-то ее, Николай, на фронте. И мать совсем хворая. С кем же тогда ребенок остался? — размышлял он слух. — И при чем тут милиция? Он положил другую свою руку ей на лоб, и по мере того, как что-то выслушивал, лицо его все больше мрачнело и приобретало оттенок печали. Затем он легонько приподнял ей веки и резко выпрямился. — Галя, ты что о ней думаешь? — Думаю, что воспаление легких. — Ох, если бы только это, — покачал он головой. — Ну да ладно. Побыться о ней пару деньков сможете, а, Афанасий? — Ему утром надо быть на базе, — ответила за него Галина. — Но вы не беспокойтесь, я от нее не отойду, пока не вернетесь. — А что ты надумал? — спросил Сенцов. — Я прямо сейчас за Игнатом. — На ночь ты глядя. Каких-нибудь полчаса и тем уже. Я сначала в село. Попробую коня взять и раненько утром картельным. Тогда к вечеру поспеем вернуться. А нет, так на лыжах дойду не привыкать. Тогда уж к ночи ждите. Лесник торопливо прошел в кухню, открыл дверцы резного шкафчика с ножками. — Галина, натереть Анютку борсучим жиром сможешь? Не побрезгуешь? — Тогда вот эта банка. Прямо сейчас натрешь, потом утром. — Вот здесь мед. Постарайся попоить как-нибудь. Больше ничего не советую. Сама знаешь, что делать. Уха на плите и все остальное необходимое найдете в лабазе. А я побежал. Сенцов вышел след за ним. — Может, мне с тобой пойти? — Нет, это нет. Темнеет уже. А в ночь тебе за мной не угнаться. Не смотри, что я старее тебя. Ты на ощупь пойдешь, а я каждый кустик с закрытыми глазами обойду. А и за женщинами тебя присмотреть надо. Иван грустно усмехнулся. — Гляди-ка, когда лишь что придумать, чтобы с Игнатом встретиться? А придумка-то сама явилась. Значит, так надо было. — Кому, Иван? Кому надо было? Ресник помолчал, пожал плечами. — Да кто его знает? Вздохнул неопределенно. — Но что надо, это точно. — Светла! Светла! А ну давай вперед. В село, в село, дорогу кажи. А Светлю дважды и не надо повторять. Она с первого раза все поняла и, заливаясь радостным лаем, кинулась через поляну. Только завиточком хвоста на спине мелькнула. И тут же скрылась в сумраке леса. — Кому-то надо, — пробормотал Сенцов. — А в раздумья кому? И вдруг как-то очень ясно высветилась в памяти его последняя встреча с Игнатом. На следующий день тот уходил на этап. Их вполне себе сносной жизни за счет столярки пришел конец вместе со сменой начальника лагеря. То ли кому-то не понравились его совсем жесткие меры в отношении заключенных, то ли наоборот, но донос есть донос, и уже сам начальник был отправлен куда-то в тьму таракань, то бишь пополнил ряды зеков. Подобное случалось не так уж и редко, поэтому никто даже особо-то и не удивился смене власти в лагере. Понятно, что с приходом нового начальника меры ужесточились, и первое, что тот сделал, отправил на этап более четверти заключенных. Детей у него не было, как не было интереса к быту зеков, поэтому кукольник оказался в первом же списке на этап. Долго тогда они беседовали, а напоследок Игнат сказал, что-то подсказывает мне, Афанасий, что свидимся мы еще на нашей грешной земле. Много мы говорили о Боге, но я не торопил тебя с покаянием, потому что в наших лагерных условиях каждый должен сделать выбор самостоятельно, без всякого влияния извне. Это чтобы потом не иметь соблазна обвинить в ошибке, кого бы то ни было, если случится, пересмотреть свои взгляды. А это, повторюсь, в условиях лагеря может случиться с неокрепшим в вере человеком. Я был с тобой рядом и видел, как ты ищешь Бога. Подспудно, сам того еще не понимаю, но ищешь. Что-то мешает тебе в этом признаться. Но я уверен, что в конце концов поймешь и найдешь его. И теперь, когда я ухожу, одного хочу пожелать, и это пожелание из Библии. Ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте его, когда он близко. Ты уже близко к нему, так постарайся хотя бы не отдаляться. Но когда еще раз встретимся, а мы не можем не встретиться, потому что это открыл мне сам Бог, нам будет что вспомнить. На том и распрощались. Тогда в порыве искреннего чувства Сенцова показалось, что он и правда близок к Богу. Да нет, не показалось. Он просто почувствовал это всем своим существом и готов уже был обратиться ко Христу, но удержал взявшийся откуда-то страх перед тем, что может случиться с ним в лагере. Тихо и сапой прокралась в душу и остановила духовный порыв мелкая трусливая мыслишка. Что скажут зэки? Заклюют ведь. Одно дело прийти в лагерь уже верующим, и совсем другое перековаться в такого из уважаемых даже уголовниками политического заключенного. А авторитет Сенцов имел среди урок и немалый. И не хватило какого-то полшага к покаянию. Ну, а последовавшие один за другим этапы, еще более ужесточившийся режим лагерей и их суровая действительность очень скоро заглушили робкие еще ростки веры. То есть произошло именно то, о чем говорил Игнат. Немало поспособствовала этому уже сама весть о том, куда его этапировали. Нет, дорогой мой кукольник, качал головой Сенцов минуты полного отчаяния. Не встретимся мы с тобой. Не то тебе открыл твой Бог, не то. Не открыл он тебе, в какой земной ад тебя определяют. И если у меня получилось избежать того ада, то, может быть, как раз потому, что верующим-то я не был. Тебе же его не избежать. Ведь для того вас и свезли туда, чтобы уничтожить. Вас и вашу веру. Ну, а мне до Бога ли, когда гонят из одного лагеря в другое, где надежда только на себя, и не дай-то Бог, прости, что его вспоминаю, дать слабину. Увидят это, что зэки, что вертуха, и тогда уж точно не дожить мне до свободы. Гиблые наши места, и Богом они уж точно забытые. И нет никакой любви в наших душах, дорогой мой Игнат, и не может быть. Человек человеку волк. Такая тут заповедь. И никуда от нее не деться. Так он и мыкался по лагерям. И никого, конечно, не искал, и не призывал. Да вот даже сейчас вроде бы и на воле. Оттого и гляди, упекут куда-нибудь. Оттого-то ни в семье, ни даже близкого друга заводить не стал. Легче это, чтобы некому было жалеть, когда придет пора уйти. Да чтобы и самому не пришлось оплакивать кого-то. В общем, нет у бывшего зэка никого. Афанасий услышал, как в избе чем-то сбрязкала Галина, и грустно улыбнулся. Разве что вот Галя есть, потому что осталась такой же одинокой. Нет, ни жена, и даже ни подруга жизни, а друг по несчастью. Своё самое дорогое, незабвенное, она уже отплакала. Может быть, поэтому и понимает меня. И, ах, как не прискорбно, но гибель ее доченьки еще один гнет на сердце. А вышло так, будто я к этому горю руку приложил. Он как-то даже сник от воспоминаний и присел на лавку, не обращая внимания на все более крепчающий мороз. Нет, Игнат, не то тебе открыл твой Бог. Раскачиваясь всем телом, снова повторил, как заклинание, уже сгустившуюся тьму. Многим я обязан тебе за это спасение, и много дал бы, чтобы хоть как-то отплатить за твое добро. Да вот не судьба. К сожалению, не суждено было сбыться твоему пророчеству о нашей встрече. А так-то да, славно было бы это. Воистину славно. Грустно улыбнулся Сенцов, вспомнив любимые слова Игната. И вдруг встрепенулся в каком-то просветленном порыве, будто подслушал кто-то его тайные желания и подвел к новой неожиданной мысли. А почему я решил, что с ним не могло произойти чудо? А если лесник прав? Господи, — прошептал он вполне обыденно, еще не совсем вникая в значение слова, — как же хотелось бы с ним повстречаться. И замер в нахлынувшем тут же приливе благоговения. Показалось, кто-то неведомый одобрил, дал надежду, что исполнится желание, что да, мол, так и будет. Будто на его ощутил он чью-то незримую поддержку и, боясь спугнуть это призрачное присутствие, в робкой надежде проверил свою догадку. — Не значит ли это, что мы с ним светимся? — выпросил, обращаясь в пространство. И новая волна умиления, как отклик на надежду, окутала все его существо, укрепила в мысли, что кто-то слышит его. Но тогда получается, что мы спасли сноху моего друга по зоне, — уже увереннее спрашивает он. А Игнат, помнится, все повторял, что если, мол, творишь добро кому-то, то это будет добро и Богу. — Нет, как-то не так, но близко к этому. Постой, постой, дай вспомнить. Сейчас я, сейчас. И заторопился с памятью, желая как можно дольше удержать это ни с чем не сравнимое, никогда доселе не испытываемое им чувство. Но как ни напрягался, вспомнить не мог. — Нет. Вздохнул сокрушенно и с грустью признался. Вникать надо было в то, что он говорил, когда был рядом, а не пытаться вспоминать теперь. Но, Господи, запрокинув голову к угрюму, нависшим над землей небесам, воззвал он к Богу, на этот раз уже вполне осознанно, и в трепетном благоговении скрестил руки на груди. — Если ты сотворишь такое чудо, дашь нам встретиться, тогда, быть может, я пойму, зачем ты задержал меня на этой земле, и пойду к тебе в услужение. Будто это и не он вовсе только что сетовал на ошибку Бога.